еще раз здравствуйте я давно вас не видел мы ведь последний раз виделись зимой вот зимой у нас была встреча такая знаете которая ну нас познакомила это раз второе я вас познакомил с тем материалом который придется осваивать и досконально то есть самое главное направление в каком надо идти я рассказал тогда на тех встречах все это было но уровень был невысокий потому что я вас не знал и вы меня не знали все это было на таком уровне знаете но познавательным таком будем так сказать среднем уровне не низкий и невысокий то есть я вам самое главное успел сказать что человек вот и творец это единая система это фактически единая система и устройство устройство творца я тоже пытался объяснить то есть все что есть во вселенной все абсолютно вся материя вся информация все что есть во вселенной это тело будем говорить творца это сам творец и мы являемся частью его вопрос только в том осознаем мы это или не осознаем другого не может просто быть это гигантский если посмотреть с нашей стороны вот с позиции техногенной это гигантский компьютер огромный который работает миллиарды и миллиарды лет вот и все любой атом в нем любая молекула любой протон электрон кварк весь микромир все это единое целое и все это как одно действует работает и развивается и когда мы делим себя от творца отделяем себя от творца фактически мы что мы превращаемся в раковый опухоль и вот сейчас человечество все человечество превратилась в раковый опухоль почему вот об этом нужно и поговорить дело в чем я не хочу вас пугать но вот если бы вы были другими вы бы сюда не пришли вы бы здесь не стали меня слушать послали бы меня подальше сказали знаешь нам и так хорошо помните вот был такой мультик там таите-таите нас и так хорошо кормят помните так вот вы оказались другими вы пришли решили меня послушать кое-что узнать и вы узнаете потому что я вам сейчас расскажу такие вещи которые нигде не прочтете вообще то есть есть наша наука так устроена что она народу не дает знаний она просто не дает даже физики не знают ничего даже те которые находятся на самом острие познания окружающей реальности они многие вещи просто не знают их специально вводят в заблуждение такие как эйнштейны как чарльзы дарвины и другие и фактически все стоит вот стоит такая волна стоячая на одном месте и все а цивилизация действует и работает и она направлена против планеты против ресурсов планеты планета она ведь живая это живая если она входит в структуру творца она живая и естественно испытывает огромное давление со стороны человека пресс-то огромный цивилизация это жмет давит ведь мы творим вещи которые нельзя творить ни в коем случае мы издеваемся над своей планеты мы не понимаем этого но мы это делаем и уничтожить нашу цивилизацию планете очень легко запросто то есть если она несколько кальдер одновременно включит а спящие вулканы которых никто не видит они просто даже заподлицо может даже в степи кальдера стоит купол у нее гранитный если он лопается то и оттуда такая сила прет из под земли это запросто она может сделать может поменять полюса в конце концов земля это тоже может сделать земля может много она уже несколько раз меняла полюса магнитные полюса если она поменяет полюса буквально два-три часа и ничего не останется на земле ультрафиолетовое излучение и гамма излучения и спепелит все останутся может быть только вирусы и бактерии все ничего не останется да и может быть на дне океана жизнь какая-нибудь еще сохранится хотя туда гамма излучения тоже проникли спасение не будет космос убьет все то есть планета может отомстить за свои дела которые мы творим но дело в чем мы мы вот называем себя цивилизованным обществом на самом деле это общество сатанистов сейчас те которых тех которые отрицают творца вообще отрицает вообще эту систему живую огромную систему которая управляется и которая развивается в космосе сама вселенная она же живая она же наполнены сознанием каждая планета имеет сознание каждый атом имеет сознание я не буду на этом останавливаться я вам говорил уже каждый электрон то есть все любая частица материи которая пронизывается информационным полем в этой материи возникает мысли формы об этом хорошо написано написано у шипову акимова написано хорошо в их них в их не физики вы слышали великий учебник написан называется его теория физического вакуума да вот так называется а там несколько название есть там еще теория у них еще одна есть там критика теории относительности есть у шипова в ней тоже много сказано но эта книга не не получила распространение большого хотя книга очень хорошая шипов то жив здоров он и сейчас может многие вещи объяснить хотя акимова уже нет но кроме этих физиков хватает других так что вот так и мне хочется сейчас вам вот что сказать что напомните то занятие наше да я то вам объяснял кратко правда очень кратко рассказал почему русский народ считается вот наш народ именно русский народ считается в на всей планете языческим народом вот мои язычники все нас так все считают ну вы наверно помните а я вот все объяснял да как ты приходишь в церковь ты же не к егове приходишь а приходишь к отцу небесному вот и все то есть мы до сих пор до сих пор ментально связаны с творцом небесным а вот на самом деле вот эти связи уже давно нарушены но космос он не убивает человека пока человек с ним хоть вот так с ним связан пускай даже чисто ментально пока русский народ существует на планете большой беды не будет планета подождет и космос подождет как только нас кончат как только нас уничтожат все и не будет цивилизации я расскажу четыре раза уже вот в обозримом вот историческом прошлом четыре раза погибала цивилизация полностью на земле ничего не оставалось я не буду сейчас на этом останавливаться рассказывать но это уже было остатки этих городов стоят на дне океана стоят города стоят руины пирамиды стоят и стены стоят непонятно какие там у нас в сибири там такие мегалиты ужас там все это погибло все было все рухнуло все погибло то есть планета уничтожила цивилизацию значит какая была цивилизация ответ простой техногенная такая же как у нас цивилизация сатанистов натурально вот теперь еще один интересный вопрос вот мы живем на своей планете да и нам всеми вбивается в голову что мы одиноки в космосе что где-то там есть мир и где-то там очень далеко на самом деле на самом деле мы одиноки на самом деле так и есть не на юпитере там не на марсе жизни никакой там нет жизни и на меркурий там рядом с солнцем а венера вообще доброс раз по там температура на поверхности плюс 500 хотя там была какая-то жизнь сейчас там вот такая вот огромная моря моря все океаны испарились атмосфера огромная там жизнь жизнь просто белковая не может существовать в чем дело на самом деле мы вот на одной планете за нее зацепились вот ее и ее уничтожаем же как как вирусы живем на ней и эту планету обсасываем вот дело в чем на самом деле на самом деле если посмотреть в веды если заглянуть те веды которые остались неважно какие они остались у догонов они остались эти веды у нашего народа они остались в индии они остались в иране они остались у индейцев американских и у инков и индейцев поэбло и течимеков очень хорошие веды они передаются из уст в уста очень много мифологии очень много мифологии но везде об одном и том же если посмотрите почитаете веды которые сохранились на санскрите в индии это нашего народа все потому что скифы и вообще все народы индоевропейские вот эти вот которые жили в азии они говорили на на прокрите а санскит это это литературный прокрит поэтому это наш язык практически вот на этом языке написаны там прямо сказано что существует в мире огромное количество населенных планет их тысячи этих планет огромное количество великий индра управляет 25 райскими мирами райскими планетами это вот его так сказать вотчина его вот этот край где вот он управляет у него хватает сил и энергии управлять этими планетами и остальные одите боги управляют этими планетами то есть вот и там много то что сказано что космос наполнен жизни и разумом а почему мы наши ученые наши все вот кто у нас там вокруг нас здесь сейчас собрались вот в наших институтах и в наших университетах нам все одно и то же говорят а мы одиноки в космосе а никого нет как никого нет когда планета постоянно посещается то посещается одними сущностями то другими то третьими и постоянно кто-то прилетает вот недавно помните этот метеорит знаменитый этот его называют метеоритом на самом деле плазмоид челябинский вы кто смотрел на на эти вот снимки там же энелоп возникла вроде как из ниоткуда и ядро этого плазмоида она разрушила значит что кто-то даже управляет вот процессом космосом рядом с землей кто-то с нами есть какая-то какие-то цивилизации с нами просто они себя не не любят демонстрировать нам а почему и почему в изоляции это вопрос серьезный почему мы в изоляции ответ очень простой потому что мы развиваем техногенную цивилизацию атеистического плана мы атеисты как бы мы не утверждали что мы там какие-то там что у нас там мы верим в бога верить в бога мало верить в богом это вообще ничего ведь надо знать творца как он устроен как он работает это гигантская структура материально полевая которая действует и только вот миры которые выходят на духовный уровень с техногенного все-таки срывается и ух выходит на духовный уровень на уровень творца выходят вот они способны передвигаться на огромные расстояния они способны передвигаться к другим звездам за долю секунды пятая мерность через пятую мерность где мир многомерен 1 2 3 4 5 так вот 1 2 3 4 мерность это материальные мерности хотя в четвертой мерности достаточно энергии уже свободные но свободная энергия в пятой мерности где где расстояние равно нулю а время остановлено время стоит на месте то есть сразу одновременно прошло настоящее будущее но одна стоячая волна трудно представить очень трудно потому что мы живем в трехмерии и наши мозги не приспособлены чтобы такие вещи понимать но нужно просто это знать и запомнить так вот через пятую мерность можно проникнуть долю в любую точку вселенной не обязательно в нашу галактику другие галактики существует их их у нас несколько триллионов галактик только в нашей системе вот в нашем наш в нашей вот вселенной которые которые мы видим и все они имеют спирилитную структуру это универсальная структура и все они одинаковы примерно по размерам есть чуть больше есть чуть меньше и какая-то сила ими вращает какая-то сила и медвежи что говорили на эту тему древние я вам скажу что они говорили они говорили прямо что все это сделано это не природное явление это создано великим разумом это великий космический разум создал все галактики создал вселенную все абсолютно в природе во вселенной все упорядочнено все работает все действует так как надо и когда люди вот это не вот этого не понимает это трагедия людей отсюда все идет мы отрицая отрицая космос отрицая творца мы тем самым уничтожаем сами себя что мы делаем мы встаем в оппозицию космоса мы как раковая опухоль говорим раз так там это то есть любой материализм превращает нас в раковую опухоль и что остается творению с нами просто нас уничтожить ну что такие ему не нужны понимаете дело в чем что творец уничтожает миры он уничтожает огромные миры гигантские тысячи звезд гибнут и все планеты которые рядом со звездами вращается тоже гибнут мы наблюдаем все это вот земли это хорошо видно как это все гибнет и кто-то это уничтожает какая какие-то силы действует причем так действует что следа от материи никакой не остается то есть нет материя просто исчезает я не остается это трудно представить но это так мы знаем только мир материальный мы знаем мир энергии и у нас в нам вбита в голову программа такая что энергия никуда не исчезает да она никуда не исчезает в трехмерии но в других мерностях там другие законы физики действуют прежде чем обратиться к человеку кто мы и что мы и как мы относимся к творцу и как творец к нам я это сейчас все буду вам рассказывать подробно я хочу ваше внимание обратить на космос как устроен космос чтобы понять себя нужно понять вселенную что это такое потому что человек это часть вселенной любой из нас это часть вселенной мы мы все здесь вселенные любого из нас взять и мы самое интересное еще что мы все одинаковые с вами если вглубь посмотреть мужчины и женщины а по сути мы по энерго централе по и на по информационному полю мы все одно мы часть творца и мы все представляем собой одну сущность это слух сложно представить но я попробую чтобы вы меня поняли для чего что было понятно куда идти вот почему здесь потому что вы не знаете куда идти что делать многие люди понимают куда вот все это идет что наша цивилизация это обреченная цивилизация она на краю пропасти она уже падает а какой выход куда идти ну может быть среди вас есть те которые думают как бы побольше денег заработать может что-то георгий тут скажет такое скажу и на эту тему тоже постараюсь вот но главное не в этом так вот как устроен космос знаете наша физика наша физика да вот наши наши эти ребята которые занимаются космофизикой они очень многие вещи просто скрывает от нас они просто стараются они сами не понимают поэтому не дают информации вот например первое непонимание почему центр галактики центр галактики заполнен до отказа огромными звездными древними звездными скоплениями в основном белыми карликами тяжелые огромные звезды на которые свалили все планеты они медленно уплывает в центр нашей галактики и это ненужная материи она совершенно ненужная отработанная материя она свое отработала уже планеты упали на на звезды эти звезды медленно откачевывают в центре галактики и там образуется гигантское кладбище кроме этого там возникает мощнейшее гравитационное поле вокруг которого спираль галактики раскручено то есть оказывается это мертвые звезды погибших погибшие да они создают постоянно действующие гравитационное поле но звезд то больше и звезды постепенно туда уплывает то есть гравитация растет она увеличивается потенциал гравитации в выше становится но однако однако это теория по теории выше а на самом деле величина постоянная константа почему и вот тут не знает что обе как объяснить наши наши физики не знает что тут сказать потому что на самом деле там же вот в этом кладбище этих звезд начинает раскручиваться периодически раскручиваются черные дыры черная дыра это это та система которая уничтожает материю полностью про это уже знает физики про это говорят некоторые боятся что наша земля угодит в черную дыру от нее ничего не останется разговоры идут на то о том что якобы вот там этот коллайдер андронный который строй построили там на границе франции швейцарии германии что там может черная дыра возникнет не возникнет эта дыра не надо бояться ничего не будет все ерунда черная дыра внутри гигантская гравитация сумасшедшая гравитация она раскручивает вокруг себя все и туда сваливаются сваливаются отработанные отработанные планеты эти отработанные звезды которые уже 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 они не нужны то есть что получается черные дыры они очищают всю вселенную отличней материи от лишней материи идет такое очищение а куда информация девается вопрос мы же знаем что информация порождает материю вот эти вещи интересны вот сейчас вы многие вещи поймете сами когда как это все работает ученые естественно жмут плечами они знают как это объяснить почему черная дыра возникла проработал какое-то время ушла материя исчезла черная дыра исчезает она работает короткое время вокруг огромные облака возникает материальные облака это тоже материя какая-то непонятная потом она превращается в сгустки возникают новые какие-то звезды часто часто звезды возникают небольшие белые карлики возникают на этом месте вот но дело в чем что вы должны запомнить оказывается почему космос почему космос вот сейчас уже понятно почему он обладает мощнейшим разумом весь вот весь буквально каждая его точка и и почему он вот именно так устроен что понимаете вот вся материя строится информацией но если материя может увеличиваться до бесконечности и черные дыры поглощают материю в космосе то информация вот это запомните величина постоянно информация никуда не исчезает сейчас попробуем разобраться что такое информация зачем я это вам все рассказываю чтобы потом поняли и могли пользоваться вот этими вещами которых я сейчас говорю когда мы волшебные сказки разбираем наши волшебные сказки там очень много волшебства почитаешь мороз по коже да на самом деле все это связано с чем с материи и информации работа с информацией ментального поля работа с информацией души человека вот эти вещи эти вещи нужно знать и нужно знать что если если часть информации исчезнет из космоса то есть из мо из вселенной вселенная вся свернется вселенная погибнет ни одно звено информационное не должно исчезнуть чтобы уничтожить вселенную нужно просто украсть немного информации а что такое информация никто не знает наше представление это какая-то ерунда написано там на чем-то что-то такое да это это уже носитель информации бумага или там компьютер какой-нибудь или еще что-то а что такое информация можно так объяснить у нас просто нет такого аппарата который бы нам позволил вот словесного аппарата который бы мог дать вот вам правильное представление но я попробую объяснить вот смотрите как строится материя как строится она вот есть вот информационная мозаика когда я вам когда-то рассказывал помните я вам рассказывал сейчас я немножко маленькое отступление как работает наша наука работает философия высшая философия общие законы мироздания и методология то есть мы накапливаем знания о реальности окружающей нас реальности используя три направления это научная это от общего частному это философские общие законы и от частного к общему это методологический метод так вот от частного к общему так работает информационное поле вселенной чтобы построить какую-то материю вот выстраивается выстраивается разумом высшим определенная структура из особых особых маза из особой мозаики информационной мозаики пока это мозаика работает материя существует как эту мозаику убрать сбросить мозаику материя исчезает материя просто исчезает она не переходит и она не переходить нет никакую энергию никуда она просто исчезает нам всеми вбивают в голову что якобы материя она так устроена и так устроена энергия, что она никуда не может деться. Она из одного, вы помните закон Ломоносова, да? В школе мы изучали. Все правильно, в трехмерии так и есть. Но не в шестимерном пространстве, и не в семимерии, и не в девятимерном пространстве. Там другие законы. Материя просто исчезает. И вот когда черная дыра работает, черная дыра работает, что происходит? Идет сброс информационного вот этого континиума информационного, от этого структуры информационной, с материальных структур. Материя остается во Вселенной, вернее, информация остается во Вселенной, а материальные структуры, они просто исчезают. Так работает черная дыра. Любая. То есть что происходит? Черная дыра и сам Творец нацелен против материальных структур, сохраняя при этом духовное начало. Духовное начало – это информация. То есть первичное что? Я для чего это все вам рассказываю? Первичное что? Материя или информация? Первичная информация. Первичное духовное. То есть первичное все вот это. А материя всегда вторична. И Творец, уничтожая звезды, уничтожая огромные, ненужные, отработанные звезды, целые системы звезд, там различные полевые облака, различные структуры космические, ненужные ему, он их спокойно, черная дыра возникает, забирает, забирает, сбрасывается информация, обратно возвращается в поле Творца. Информация никуда не девается, она все время вращается, создаются новые и новые материальные структуры, материя уходит. Вот так работает Чернобог. Это обратная сторона Творца. Первая сторона Творца это что? Это информационное поле, которое строит материю. Материя, вы понимаете, что информационное поле не строит электроны, и не строит, тем более, атомы, и даже не строит протоны, и позитроны, оно строит кварки, оно строит даже нейтрины, это огромная-огромная масса. Поэтому строится то, чего наша физика вообще не знает. То есть вот эта вот материя, она еще тоньше. Это волновые структуры материальные, которые мы просто не знаем. Наша физика пока не дошла до понимания вот этого. Есть название, есть можно нарисовать все это. Я вообще когда-нибудь все это изображу, нарисую, но это не сейчас. Сейчас просто я вам рассказываю, чтобы вам было понятно, что первично, что вторично. Первично понятно, да, все понятно. Так вот, и у человека, если человек, он, человек является кем? Частью, частью творца. Мы сами Боги, по сути своей. Значит, и у нас должно быть в нашем сознании, в нашем личностном, приоритет чего? Информационного, то есть духовного. Вот тогда мы люди, а когда у нас приоритет материального, кто мы? Мы уроды все. Мы все ненормальные, мы психи все. Когда мы не знаем о своей душе, а душа – это часть творца, заложенная в нас. Огромная энергия, гигантская энергия в нас, потому что часть творца, связанная, эта часть творца, она связанная же с Богом, понимаете? Она связанная с этой системой. Но мы ее не пользуемся никак. На одной из лекций давно, по-моему, три года уже прошло, я как-то в Баракайском рассказывал, как устроено подсознание. Что подсознание – это такой слоеный пирог, собранный из множества-множества различных инкарнационных наших жизней, или будем так говорить, ну, как сказать, личности. Личность одна была, вторая, третья, четвертая – в разное время. Мы живем много-много-много инкарнаций, все эти личности, они сохранились. Вот этот потенциал, общий потенциал сознания всех этих личностей – это и есть наше подсознание. Я вам это все рассказывал. Вот многих, вот тут есть люди, которые эту лекцию слышали, многих здесь нет. Я просто вам напоминаю. Вот что такое душа человека? Это энергия самого, что творца. Дана человеку, только человеку, носителю высшего сознания. Кроме человека, душа была ката дана не только вот ему, насекомым. Это было царство инсектов, когда насекомые получили то же самое когда-то от творца. То есть творец, он что делал? Он пытался, он пытался, вот, пытался дать, вот отдать самого себя многим носителям высшего сознания в разных формах. Разные формы. Есть в океан, планеты океан, где живут типа рыб, сознательные сущности, которые тоже несут в своей душе, вернее, внутри себя часть души, то есть часть самого творца. И вот я вам так скажу, что мне так повезло в своей жизни, не знаю, повезло или нет, но я думаю, что все-таки повезло, что однажды, однажды я увидел, увидел бывших носителей души, бывших носителей творца. Лучше бы я этого не видел, но я увидел, мне один раз привели в подземелье, это восточная Сибирь, это место очень интересное, скрытое под землей, то есть что, очень сильные подвижки подземные, выдвинули из-под земли огромный-огромный пласт, то есть поднялся с глубин несколько тысяч метров пласт базальта. И вот в этом пласте базальта образовались проходы, и туда меня, один из моих учителей провел, двое их было вообще-то, но один-то был со мной всегда, постоянно, и вот когда я посмотрел, достаточно было посмотреть, чтобы потом всю жизнь кошмары снили, потому что не каждая психика это выдержит. Зал примерно, наверное, ну будет зал какой, ну, наверное, с ваш, наверное, Краснодар, подземный зал. Обойти его невозможно, это подземный купол, драматный купол, из какого-то сделан, я не знаю, из чего он сделан. Это все окаменевшее, это все превращенное в камень. И вот представьте себе, ряды вот так вот, ряды, 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 между ними проходы, широкая платформа, и в этих капсулах сидят твари. Твари где-то под 3 метра они высотой. Это насекомые, что-то среднее между кузнечиком, муравьем, между богомолом, они чем-то богомолов напоминают, это же камень, это уже камень, им миллиарды лет, 2 миллиарда лет примерно. Они носители были тоже божественного сознания, а создали техногенную цивилизацию, такую же, как мы сейчас создаем. Они бросили вызов творцу и планете, как мне объяснили. А вот этот зал, который вот, это последнее их неубежище было, когда планета взбесилась, когда солнце тоже взбесилось, когда космос стал их уничтожать, просто как бешеных собак, которые творили бог знает что вот здесь на земле. Тогда земля превратилась в ничто, тогда исчезли материки, тогда исчезли моря, океаны испарились. Все погибло, все живое, ничего не осталось, это был сплошной камень. И они продолжали борьбу, эти твари, у них хватало силы, и вот эта последняя ихняя капсула, куда они, это ихний парламент, так называемый, как мне это объяснили. Но они там все сдохли все равно. Но настолько была мощная цивилизация, настолько техногенная, мощная, что даже они там пытались выжить как-то под землей, уйдя там в глубины, и вот там они все ушли, все-таки они были добиты, сохранились они в этих своих капсулах, которые в камень превратились. Там все каменное, там идешь, там все, что брошено, превращено в камень. То есть за миллиарды лет вот эти вот молекулы распыленные, они проникли, минеральные молекулы, проникли вот между органикой, и все это окаменело полностью. Просто смотреть страшно. Просто страшно смотреть. И вот когда на это посмотришь, а это для чего мне показали? Для того, чтобы я понял, что нас ждет. Вот видишь, вот это то же самое будет. Так же у них была рыночная экономика, у них все было то же самое. Для чего я вам это все рассказываю? Чтобы вы одну вещь поняли, и очень серьезно. На любой планете, на любой планете, где развивается техногенная цивилизация, во-первых, все техногенные цивилизации, вы, наверное, уже поняли, они все, что изолированы в космосе. Техногенная цивилизация не способна достичь другой техногенной. Мы вот можем путешествовать на своих этих кораблях, это примерно как на черепахе, по сравнению с ракетой современной, или с самолетом. Вот там до Луны можем долететь, можем даже долететь до Марса. И вообще мы крутые, мы можем до Юпитера добраться, и до Плутона. Вообще супер, там 10 лет будем лететь, но дальше-то мы ничего не можем. То есть техногенная цивилизация, любая, она замкнута на себе. Творец не пускает нас никуда. Мы здесь заперты, на земле, здесь, и мы должны сдохнуть со временем, потому что мы живем неправильно, мы совершенно другую цивилизацию. То есть наша цивилизация, это не цивилизация, это антицивилизация. Но мы этого не понимаем. Почему? Потому что первенство чего? У нас первенство материального над духовным. Вот что мы сделали. Наше сознание поменено, мы поменяли свое сознание. Мы стали вот такими. И отсюда все пошло. И вот эти твари, которые там рядами сидели, они тоже такими были когда-то. Они тоже создали технику и думали, что техника их спасет. Но не спасла их эта техника. Потом прошли многие миллионы лет, прошел больше миллиарда лет прошло, прежде чем океаны наполнились, то есть впадины океанов наполнились новой водой. И начался протоархей. И появились снова континенты, этот гигантский континент, который сохранился. Он стал плавать уже вокруг. Вода сначала пресная, потом вода пошла уже соленая, стали соли растворяться. Земля, она выросла, конечно, стала больше за этот миллиард лет. И появилась новая уже цивилизация, новая, новая, новая уже. Уже пришла сюда, ну, вы, наверное, знаете находки, находки деревни Ржавчик у нас вот в Сибири. Об этом я писал, да и в РЕН-ТВ тоже было. Что наши предки, наши предки, они пришли очень давно, где-то 800 миллионов лет примерно, уже стали за планетой смотреть. Стали уже следить за планетой, за ее развитием, за ее эволюцией. И постепенно были построены, построены были уже здесь на Земле, на это примерно 18 миллионов лет, постоянно действующие долгосрочные космические базы. Ну, а вообще 30-35 миллионов лет назад здесь была очень серьезная война. С кем? Вопрос с кем? Опять с такими же, которых я видел в подземном зале. Эти твари, часть из них погибла, а часть где-то сохранилась в космосе. То есть вот таких вот вытеснили. И планета стала, так сказать, отживать. Планета стала жить нормальной жизнью, пока не получилось то, что получилось, то, что мы сейчас имеем. Я хочу вам главное сейчас объяснить, что вот любая техногенная цивилизация на любой планете в космосе, где бы она ни была, во-первых, она изолирована от других цивилизаций. Вот как мы, да, изолирована. С одной стороны. С другой стороны, эта техногенная цивилизация, как ни печально, обречена на смерть. Она погибнет, обязательно. Она, это раковая опухоль. Вот. И если всерьез вглубь посмотреть, то она имеет своего сатану. Вот то, о чем я хочу вам сегодня рассказать. То есть мы говорим про ангела. Вот есть у нас христианский миф. Был такой ангел. И зарастрицы тоже самое сказали когда-то. И вот христиане был такой ангел, который якобы с Богом строил мир свой, вот, земной. А потом он возгордился, решил, так сказать, поспорить с Богом. Бог его попер в шею с небес на землю. Ну, и наслышали, да. Его звать там Люцифер, там звать его там, его там Бафометом назвали, там эти масоны, да. Вот. Все это он, все это ангел. На самом деле никакого ангела никогда не было. Это все сказка. Самое настоящее вранье, придуманное для того, чтобы обожествить искусственно созданный эгрегор, созданный людьми на земле. Мы сами его создали своими мозгами тупыми. Мы сами сделали сатану. Построили его и питаем своей энергией. Причем не только на земле. Любая техногенная цивилизация, где бы она ни была, там, где рыночная экономика развивается, где техногенная цивилизация, где приоритет материального над духовным, там то же самое. Везде сатана один и тот же. Он одинаково везде работает. Если посмотреть, вот эти эгрегоры собрать в кучу, то получается довольно серьезная сила. Если в пятой мерзости посмотреть, то это оппонент творцу. На самом деле серьезная штука-то. Она серьезная. Но дело в чем, что вот эта сила, она что делает? Она управляет цивилизацией и одновременно уничтожает цивилизацию. Сразу делает и то, и другое дело. Она по-другому не умеет, так она устроена. Вопрос, а когда же на земле эта ерунда получилась? Когда вот эта беда пришла на землю, с чего это вдруг? Ну, примерно считается 70 тысяч лет назад. 70 тысяч лет назад, когда начался очень серьезный хаос. Здесь хаос, очень серьезная война была. Война была больше информационная, чем была война какая-то другая. Это две цивилизации делили власть на земле. И одна из цивилизаций решила, решила общие, единые законы мироздания, вот, так сказать, их отодвинуть. Решила жить без этих законов. Решили, что эти законы не самое главное. Можно попробовать запустить другой ход эволюции. И они запустили. Вы одну вещь должны понять, что вот за ложь, ложь, это вот в Тартарии, великая была держава Тартария, огромная империя, которая не так давно погибла в Сибири. Она когда-то и Европу всю в себя вбирала, вот этот Северный Кавказ тоже там же был. Так вот, законы Тартарии очень долго жили в народе, в нашем народе, русском народе очень долго жили. За ложь, за вранье сразу голова летела. Вот если ты убил человека, тебя судить будут, смотреть, правильно это сделал или неправильно, виноват он или не виноват. Если он виноват, значит, либо тебе скажут спасибо, либо ты там будешь как-то там оправдан, тебя могут отправить в изгнание или еще что-то, но большого наказания не будет, ты потом возвращаешься. Если он очень неправ, тебе вообще скажут спасибо. Но если ты убил человека, то либо заплатишь по русской правде приличную сумму, либо тебе тоже голову могут оторвать. Но дело в чем, это редко было. Редко, когда кого-то казнили за убийство, за преднамеренное. Редко. Обычно люди откупались. Вот в средние века и даже в скифское время, более древнее. Но за ложь, за вранье голова сразу. Как поймали на намеренной лжи, все, ты обречен. Потому что считалось самое страшное преступление вот это. Так вот, как появилась на земле первая ложь, когда появилась на земле первая идеология, какая-то идеология, она появилась именно 70 тысяч лет назад на земле, а значит с идеологией появилась мораль, уродливая, страшная мораль, которая совершенно не нужна была жителям земли. Вот с этого момента включилась в работу система или сатанизм, то, что называется сатанизмом. Я в своих книгах написал некоторые вещи, как в Египте, например, был построен храм Омона в городе Аусет или Фивах египетских, как ипостась Омона, темную ипостась Омона стали использовать или сета темную, то есть жесткую, ну будем так боевую ипостась стали раскручивать и стали превращать в одного из богов. Это я в своих книгах написал. Но это только добавка. Это что? К этому сложному эгрегору разрушения просто добавляли энергоцентрали. Одну энергоцентраль, вторую энергоцентраль, третью энергоцентраль, одна энергоцентраль в Египте, вторая в Ниневии, мощная энергоцентраль была создана в Ниневии, столице Ассирии, потом в Вавилонии, в Шумер обошла эта беда, потом Мезоамерика, где стали убивать тысячи и тысячи людей в храмах, вырезать, вырывать у них сердца. Это все, это все строился, вот этот вот эгрегор строился, который сейчас управляет. Вот все вот эти вот воины, все эти ужасные вещи, все эти пытки, все эти тюрьмы, все что угодно, все страдания людей он питает и за счет этих страданий сам питается. А мы этого не понимаем. Мы рождаемся в этой беде, живем в этой беде и не знаем, что с нами происходит. Мы принимаем все как есть, как будто так и должно быть. Вот в чем наша трагедия. Вы понимаете, забыты слова, вот такие слова великие, как честь. Никто не знает, что такое честь. Просишь честь? А что это такое? Благородство? Да что-то такое я где-то слышал. А что это? Доходятся такие, которые, Георгий Алексеевич, ты объяснить может такую совесть? Я не знаю. И что ты скажешь? Ну а как ему объясню, что такое совесть? Что такое любовь? Ты знаешь? Что такое любовь? Ну? А он не знает. Вот почему сейчас многие люди просто не знают. Все этим словом пользуются, но не знают, что это такое. Они даже простую вещь не знают, что любить, это это, любовь, это единственное чувство вечное. Если человек сказал, я тебя люблю, если ты сказал, что ты вот кого-то любишь, ты подумай сначала, потому что если ты это сказал, ты отразил чувство. Значит, это чувство, что на словах, оно вечно, любовь умирает только тогда, когда умирает человек. Даже она остается и после его смерти. То есть, есть ли, а у нас как? Сегодня люблю, завтра не люблю. Вам на это все известно. Сегодня она тебе в любви объясняется, завтра говорит, да пошел нахрен, мне там дядя Вася не нужен. Ну, типично ищущая. То есть, она врет. Люди уже врут. Вот они с детства. Они уверены, что они на самом деле любят, но они не понимают, что они делают. И вот у нас очень много утрачено. Я хочу вам одну вещь сказать насчет чувств. Вот, чтобы понятно было, откуда берутся чувства. Ведь чувства страшную силу имеют, но могущественные они, понимаете, тоже чувства любви. Чувство любви к родине, чувства любви к женщине, чувства любви к ребенку, чувства любви ко всему жду, чувство любви к Богу. Это огромная и страшная, невероятная сила, огромная энергия. Вы знаете, откуда это все идет? И что такое честь? Что такое благородство? Это все из одного центра, это из души нашей. Все чувства из души. Ну тогда вопрос, а почему мы ненавидим, почему мы завидуем? Вопросы, ведь это же тоже чувство. Чувство ненависти, чувство зависти, чувство похоти, чувство там, куча всяких чувств, других отрицательных. Дело в чем, объясняю. Из нашей души идет поток силы громадный. Но наше сознание, оно расщепляет этот поток и окрашивает в свой негатив. Наше сознание, которое исходит из нашего личностного. А личностное это такой толстый-толстый пирог, который нарос на нашу душу и давит эту душу. Вы все понимаете, о чем мы говорим? Вот мы многое слышали. Вот я там, так сказать, развиваю в себе личность. Гордиться. О, ты личность, ты личность. Вспомните там Чучело фильм. Там этот самый, как это, наш этот, Юрий Никулин, этой Арбакайте говорит маленький. И там личность, и там у них личность. И люди не понимают, что радоваться-то нечему. Нет тут радости, что ты личность. Люди не понимают, что такое личность. Они гордятся этим. То есть сатанизм все изменил в людях, не знает, что это такое. Один мне говорит, ты знаешь, Георгий, я умнее тебя. Я думаю, ну и хорошо, что ты умнее. Если бы ты знал, что такое ум, что это инородное тело в человеке, что гордиться, если у тебя ум есть, гордиться нечему. Ум – это производная нашего эгоизма. Это только, ум может только разделять, ум может только разрушать. Он ничего другого не может. Люди этого не понимают. А ум – это что? Он порождает личность. А ум еще порождает, кроме личности, еще порождает мысли. А мысли – это кирпичи, это материальные структуры. Материальные структуры ума, которые хренотенью занимаются. Что только они не выстраивают в системе. Смотрите, это все из ума идет. Это различные национальности. Все разделены люди между собой. Хотя все люди, как бы единая семья на земле. По конфессиям все разделены. Откуда? Это же из ума. Куча партий. Каждая партия жрет друг друга. Посмотрите, что в воинских искусствах. Я немножко к этому имею отношение. Что в Китае. Одна секта, вторая секта, третья – там куча сект. Одна группа, вторая, третья – драки бесконечные насмерть. За что спрашивать? Что вы делите? Сатанизм что делает? Он делит нас. Он нас всех разделяет и стравливает. И вот мы этого не понимаем, используя наш ум. Институт ума и личности. Вот что делается. Поэтому радоваться-то не надо, если ты личность. Дело в том, что личность, используя ум, она стремится к внешнему. Она всеми рвется в направлении поглощения материи. Ей все мало. Она хватает, тащит, под себя гребет. Ей все мало и мало. А мы только что начинали с чего? Что приоритет чего? Духовного или материального? В космосе. Во Вселенной. Приоритет-то духовного. Постоянная величина какая? Информационная. А материя-то она рождается и исчезает. Материя вся приходящая. Материя-то смерть. Вся материя смертна. Только люди этого не понимают никак. Ты же сдох, ты же не потащишь свой дворец на тот свет. Ты же не потащишь свой кадиллак на тот свет. Ты будешь... Ну ладно, тебя прикроет там твой стыд, прикроет цветочком и отправит тебя в лучшем случае. Еще с тебя и костюм снимут. Понимаете, такие же придут. Если там будешь в золоте, золото с тебя сдерут. Ну вот, вы понимаете, что мы делаем? Мы живем в иллюзорном мире. Мы в иллюзию погружены системой. Мы в иллюзию погружены сатанизмом. Вот тот сатанизм, который создан на земле, это иллюзия. Мы живем в иллюзии. И мне вот сегодня сказали люди, что, не сказать, вот, Георгий, понимаешь, кто-то проснулся, да, просыпается. Большое спасибо и поклон вам низкий, что вы вообще меня слушаете здесь. Потому что вы пришли послушать меня, потому что где-то внутри у вас протест возник. Вам не нравится то, что происходит. Вы на чувственном плане все это понимаете, что-то не то с нами происходит. Что-то не так происходит с нами. А теперь, знаете, такой огромный материал. Я просто не в состоянии вам это все рассказать за два дня. Это просто невозможно. Будет то же самое, что и тот раз, одни верхушки. Но хотя бы, вот, когда у нас появится школа постоянная, мы можем что сделать? Просто брать блок. Блок взяли, один блок. Вот, допустим, блок личности взять, да, и полностью. Блок ум, работа по уму. Как ум работает хитрый, изворотливый, подлый. Как обуздать, как заставить его работать. Что такое разум? Как с разумом поступить, понимаете? Вот, любое, любое качество человека, и только тогда врожденное чувство нравственности, которое в каждом есть из вас. Каждый из вас Бог. Потому что в этом, вот, это чувство нравственности, оно живет у вас. Но вы им не пользуетесь. Вы только в крайнем случае тогда пользоваться начинаете. Когда вы не думаете, вас хватает, где-то на улице что-то происходит, вы бросаетесь, забывая о себе, спасать кого-то. Это чувство работает, божественное, высокое чувство. Но стоит вам подумать, да, а зачем мне это надо, ты пошел назад, все. Понимаете? То есть человек, он далеко не совсем угробленный. Многое сохранено в человеке, особенно в нашем русском человеке. Это русские люди такие. Вот я сейчас сидел на улице, да, и там разговаривал с ребятами, с нашими. Ведь многие вещи мы просто не знаем. Вот так работает это чувство нравственности, божественное, высокое. Хорошее чувство. Вот никто же не задумывается, как выживали наши люди в оккупации. Чем они там питались, кто их там кормил. Огромная часть России была под немцами. Кто их кормил? Колхозов не было, совхозов не было, ничего же не было. Кто остался по партизанам, ушли либо в отряды партизанские, либо на фронт отправились. То есть пустые деревни, как город жил, а это не один год. Так немцы же кормили. Ну немцы, надо сказать правду, ну кормили немцы наших людей. Ну кормили же они их. А что мы сделали? Пришли в Германию, в Австрию, в Венгрию, в Польшу пришли. Ну поляки, ладно, они нам союзники. Но венгрии-то против нас были, и румыны были против. Кормили же всех. Простых людей, простой русский солдат. Он не мог смотреть, как этот ребенок умирает с голода. Или там женщина просит, дай поесть у меня вот ребятишки дома. Не задумывались, что это враги. Вот это и есть высокое чувство, которое в нас задавлено. Мы только иногда им пользуемся. Ну что, неправду я разве говорю? Ведь никто об этом не думает. А ведь немцы спасали наших детей. Немцы спасали наших женщин. Говорят, такие-сякие. Да, они были завоеватели. Но там, где могли, где работало, где включалось вот это чувство, они шли навстречу Творцу, будем так говорить. Не навстречу нам. Так что насчет этих вот качеств, их надо вернуть как? Надо изменить что-то в себе. Надо приоритет вернуть. Надо вектор повернуть. Именно приоритетов. То есть что? На первом месте это духовное, на втором месте материальное. Только тогда мы что-то можем изменить. Изменив себя, мы поменяем вообще всю систему. Мы сможем найти тех управленцев, которые смогут управлять страной. Которые смогут поднять страну. Вы одну вещь должны еще запомнить. Есть закон, который очень серьезный. Этот закон, я уже несколько раз, несколько раз я о нем говорил. Это закон генетический, закон масштабности человека. Глубины и масштаба. Это все записано в генетике. В нашей генетике все записано. Все это есть у нас. Но когда вот это обрушивается все, тогда не ищи масштаба у Шудры. Шудра немасштабный человек. Неприкасаемый тоже немасштабный. И даже первое сословие высшее тоже немасштабные люди. И даже второе высшее сословие, которое еще сохранилось, где-то можно показать пальцем, они тоже ни на что не способны. Только третье высшее сословие, вот это те, у которых приоритет вот этот, духовного, над материальным. Вот они-то как раз и масштабные. Вот им-то как раз и нужно дать силу и власть, чтобы они управляли обществом. Но примеров таких людей масштабных я могу привести несколько, чтобы вы знали. Ну, пример Кузьма Минин, например, да. Когда случилась беда в Нижнем Новгороде, он выступает, он же что делает? Он не просто говорит, ребята, давайте сложимся и спасем страну, как это было в советское время. Все нацелено, все собрались нацелено, а он из-под стола вылазит. Ага, все уехали. Другая партия опять нацелено, сам под стол. Такого не было. Минин первым что сделал? Он взял, свой дом продал, он все, что было, все пустил в общую казну и показал этим, кто он, оставшись без штанов. Когда узнал Великий Пожарский про это, он только крякнул, говорит, я согласен управлять армией, но только если будет Минин моим замом. Только по этой причине я соглашусь. Я возглавлю ополчение второе. Сам Пожарский такой же был. Он свое состояние, свое имение на оружие поменял. Про это мало кто знает. Все пустил. Оставил только самое необходимое для жизни. Такой же был и Пожарский. Последний из Рюриковичей. Но была такая Жанна Д'Арк, наверное. Такая же была масштабная красавица. Пришла, ей ничего не надо было. Она спасала Францию. Такой же был Шарль Геголь, который тоже без штанов умер. Вы, наверное, знаете, великий был француз, да, который вырвал Францию из-под управления НАТО. И еще деньги выдрал с кровью американцев, вывез золото свое. Это были серьезные люди. Ну, а Сталине, наверное, не стоит говорить и о Святославии, и о других таких. У нас их много было, таких людей. В России особенно их много. Но это люди уровня третьего, высшего сословия. Истинные люди, которые пребывали в любви к своему народу. И которые искали истину, для которых истина была самым главным, самым главным, ну, будем так говорить, приоритетом в жизни. Выше ничего нет. Кроме вот истины, это все. Вот многие ругают Сталина такой-сякой. А кто ругает-то? Ну, ругают шудры. Ругают шудры, ругают неприкасаемые, ругают люди, близкие к шудрам. Давайте сейчас разберемся, вот как, что они из себя представляют, вот этот пирог, вот этот вот слоеный пирог человеческого, вот нашего вот этого общества. Я вам, наверное, помню, я вам рассказывал, что когда-то, 35 тысяч лет назад, на Землю пришли люди, которые спасли Землю от уничтожения. Здесь хозяйничала другая цивилизация, техногенного плана, сносили целые огромные-огромные горные массивы, работали роторные экскаваторы. Вы, наверное, это помните, я вам это все рассказывал. Была очень серьезная война этих уродов, уродов всех выперли с планеты, начали восстанавливать ландшафты, построили степи, построили очень много того, что мы сейчас с вами уничтожаем. Все это сделали наши люди. Это сделали так называемые белые боги. Сейчас я объясню, почему они были богами. Это сейчас будем разбирать уже досконально. Так вот, кто они были? Они были все люди уровня третьего высшего сословия. Дело в том, что закон какой? Чем выше масштаб у человека, тем меньше человек привязан к материальному. Материальное вообще неинтересно. Ну, неинтересно взрослому человеку играть в игрушки, в берюльки. Ну, неинтересно взрослому человеку в куклы играть. В машинки там это. Ну, единственное, что разница какая? Ну, ты был маленьким, эту машинку гонял, да, там на пинках, и там на самокате ездил. А тут ты ездишь на Кадиллаке, там, или там на Мерседесе, еще на чем-то. Разница-то какая? Ну, только вот в этом. А ведь то же самое, суть-то сохраняется. Планеты кто управляет? Управляют-то эти маленькие. Шудры управляют планеты. Люди, у которых приоритет материальный, над духовным. У нас нет духовников после Сталина, никого, кто бы пришел к власти. Можно представить Сталина, что у него дворцы стоят? Или там у него яхта где-нибудь? Или там у него какой-нибудь банки счет? Вот можете представить, чтобы Сталин был таким? А? Это вообще невозможно. У него там несколько пар, было ботинок, несколько штанов, там валенки, которые сам подчинял, крючком, и несколько шинели, и все. И ничего больше не было. Он всю свою жизнь, все свои силы, все отдал стране, родине. Все, что мог. И сгорел в этой работе. И убили его вот так, понимаете? Мало кто это понимает. Ну и все они плохо кончили. Я вам честно скажу, масштабные люди плохо кончают. Все были уничтожены. Именина, в конце концов, кончили и того же, добили того же Пожарского в свое время, и всех остальных. И Деголь плохо кончил. Вы, наверное, без меня это все хорошо можете посмотреть. Не любит система таких людей, потому что эти люди выступают против системы. Они выступают против. Им это не нужно. Теперь, вот интересные вещи. Значит, давайте вспомним. Но неприкасаемые, вы, наверное, знаете, кто такие, да? Вам не надо объяснять. Это все половые извращенцы. Каких только нет. Их очень много. Всяких разных. Вот. Я не буду о них ничего говорить, потому что это сумасшедший дом. Это сумасшедший. Читайте Климова, там все есть. У Климова все есть. Прочитайте про них. Давайте посмотрим, кто такие шудры. У шудры что в голове? Ведь шудра как рассуждает? Он живет все время. Ум шудры, ум шудры, да и не только шудры, любого из нас. Ум, он культивирует удовольствие. Он рвется к получению удовольствия от жизни. Вот это в жизни самое главное, это получение удовольствия как можно больше. Как можно больше удовольствий? А вы сейчас подумайте, слово удовольствие, это же мат. Вы знаете, что это мат? Натуральный мат. Вы это поняли, нет? Или вам пояснить? Вы, наверное, поняли, что это мат. Русский язык – великий язык. Вот. Вот это вы сами знаете, что. Отсюда удилище, отсюда удить, отсюда много. Это, ну, будем так говорить, мужской половой шутильник, да? Вот. А воля, значит, что получается? Удовольствие – это воля половых органов. То есть воля инстинктов. Воля звериного начала. Воля животного начала над разумом. А животное начало – это материя. Дай материю. Дай материю в любом, в огромном количестве. Так вот, шудри, они культивируют удовольствие. Им чем больше удовольствия, тем лучше. Они считают, что счастье – это получение удовольствий, когда одно удовольствие сменяется другим удовольствием, третьим. Поэтому их участвуют летом поехать, этих шудр, на пляжах, на различных там увеселительных, в этих барах ночных, ну, где угодно, там, с проститутками в обнимку. В общем, где, куда бы вы ни сунулись, везде вот сейчас вся эта зона отдыха, индустрия вот этих вот, санаторий, все такое. Но там санаторий, я не буду говорить, где лечатся люди. Я говорю, где отдыхают. Вот там в основном, в основном, там масса вот такая. Прошлый год я попал в Крым. То есть моя семья оказалась в Крыму. Так получилось. Мы там сняли квартиру, но приходилось приходить в санаторий. И там еще один был человек в санатории. Он нормальный был со своей семьей. А все остальные были вот такие. Их было хорошо-хорошо видно. Сразу видно, кто такие. То есть это уровень очень низкий. Низкий уровень детей, маленьких детей. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Поддать, поплясать, покричать, попрыгать. Вот и все. Вот в этом вся радость. Так вот, что получается? Оказывается, что удовольствие, все удовольствия заканчиваются одинаково. Вы, наверное, должны знать. Любое удовольствие заканчивается кризисом. Кризис психический. Тяжелый кризис. И вот когда это начинается, когда шудра получает вот такой мощный удар, кризис тяжелый, да? О, не обязательно шудра, может кто-то из первого высшего сословия. Это без разницы, но одинаково. То есть что здесь делать надо? Надо дотянуть. Вот не бежать к психологу, не бежать там к друзьям. Ну что могут друзья? Ну могут друзья там, да ты хороший, ты там самый-самый-самый. Это внешнее пришло, внешнее тебя окутало, внешнее по башке надавало. Надо уйти в себя, убрать всех своих друзей, убрать всех своих знакомых, всех, кто тебе мешает, вот понять, что с тобой произошло. И дойти вот в этом кризисе до самого конца. Только тогда ты начнешь меняться. Когда кризис тебя сломает так, что тут либо ты в петлю полезешь, очень многие эгоисты не могут сломать свой эгоизм. Они лезут в петлю, заканчивают так, ну и скатертью дорогу. И нечего их жалеть. То есть чем вот я сломаю себя, да, я лучше это, я лучше в петлю залезу. Ну, вольному воле, как говорят, лезь в петлю. Но очень многие, дойдя до самого конца, до самого низа, начинают понимать, что он неправильно жил, что неправильный выбор сделал, неправильная дорога, не туда идет. Что удовольствие – это несчастье. И счастье должно изнутри выходить. Это внутреннее состояние, но не со стороны кого-то, не со стороны внешнего чего-то. Все удовольствия, они приходят с внешней стороны. С материальной стороны. Опять же, материальное все. Тебе что-то дают, что-то ты там получаешь, ты получаешь там деньги, получаешь там какие-то, тебе что-то дарят, и ты, о, ты счастлив. А надолго ты счастлив, пока не привыкнешь к этому. Очень быстро привыкают. Даже к деньгам. Ну, к деньгам, наверное, привыкают быстро. Ну, наверное, первые, вот первые, люди первого высшего сословия. Они как-то не так деньги ценят, как Шудро. Шудро, для Шудро деньги все. Если Шудро видит деньги, у него крыша, он ненормальный становится. Все, был своим другом, теперь он враг. Все, он уже другой. За деньги он тебя убьет. Ну, вот люди первого сословия, они более-менее лояльны. Второе сословие, для них деньги инструмент, для них деньги это, так сказать, ну, нужная вещь, необходимая вещь. Иногда без нее, ну, какие-то вопросы не решаются, но это не цель. Понимаете? Это не цель. Это средство. Для второго сословия. Средство. Ну, а для жрецов, наверное, вы сами вспомните Пушкина, я уже тот раз это говорил. Помните, как он сказал там, вещь ему, а лего жрец, говорит, волхы не боятся великих владык, и княжеский дарь им не нужен. Я тебя и не боюсь, мне от тебя ничего не надо. Правдив и свободен их вещь язык, то есть лжи он не знает. И с волей небесную дружим. То есть воля Творца и воля человека в единой вибрации. В одном ключе работают. В одном ключе работают. Вот этот путь каждого из нас здесь сидящего. Тогда все складывается так, как нам. Когда человек получает настоящее земное и небесное счастье. Когда у тебя действительно есть, ты ощущаешь мощь Творца в себе. И что может этой мощи противостоять вокруг? Да ничто. Нет таких сил, которые могут тебя остановить. Но самое интересное, что приоритет материальный тебе не нужен. Все материальное становится тебе и тоскливым, и ненужным. И ты будешь на это смотреть, как, ну, как-то пустой. Если тебе что-то необходимо, ну, можно взять так, что-то. А не надо, подарил ему, ушел. А будут люди думать, ну, надо же. Ну, надо же, он ненормальный. Он ненормальный. На самом деле, самый нормальный человек. Потому что материя, что? Материя смертна. Бессмертен только Творец. Неся в себе Творца, человек фактически, подчинив себя Творцу, сделав так, что душа управляет человеком, фактически что он делает? Он входит в бессмертие. Бессмертие. Он в настоящее бессмертие входит. Почему в бессмертие? Многие об этом говорят, но не могут объяснить. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что когда личность, личность человека, я сейчас механизм этот расскажу, когда личность человека и душа сливаются в одно целое, когда частоты вибраций совпадают, и когда возникает резонанс между личностью и между душой, идет связь напрямую с Творцом, и Творец вбрасывает в эту систему человека свою энергию, в этот момент происходит пробой, связь, то человек, он не теряет тело физическое. Оно сохраняется, оно просто здоровым становится. Но он может в любом моменту потерять. Он захочет, это тело аннигилирует. То есть оно распадется на атомы. Он может возникнуть в этом теле или в другом теле, в любой части Вселенной и на этой Земле, где угодно. Захотелось ему оказаться в гостях, например, у пигмеев африканских. Он у них оказался. Он просто... Только мысленно у него этот образ стал, тело ушло, там оно пришло, он там через пятую меры, и спроход. Вы понимаете, что такое белый Бог? Вот это, это и есть. А нам, знаете, что говорят? Вы на это не ведитесь. Нам говорят о красивой смерти. Что это прекрасно. Ты умираешь. И освобождение твоей души. Твоя душа сливается с Богом. Как хорошо. Вы понимаете, что делают? Очень многие философы вот такую хренотень несут. Они настраивают нас на короткую жизнь. На очень скорую смерть, чтобы мы о смерти-то сказать. Но дело в том, что человек, живя здесь, на Земле, он должен выполнить свое предназначение. Про предназначение никто из этой команды не говорит. Ни слова. Предназначение, как будто его не существует. Умираешь, освобождаешься. Переходишь в вечность, как мило, как здорово получается. А на самом деле ты должен выполнить всю свою работу, которая на тебя здесь свалена, творцом. Так ты в темную эту работу делал. А теперь ты уже не в темную. Ты делаешь, он такой контролирует уже напрямую через свою душу. Но представьте себе, какой гигантский труд, когда последняя твоя инкарнация, или твоя вот эта личность, которую ты вот сейчас приобрел, личность примерно возникает у человека примерно в 6-7-8, а у мужчин позже где-то в 12-13 лет. Вот в период полового созревания это уже личность. Понимаете, основные параметры личности, они уже построены. Вот. И вот эту личность перевести, поднять на уровень чистоты Творца. Это что нужно сделать для этого? Какие включить силы здесь своей души? Какие силы души? Какие? Любовь, да. Первое, правильно сказали. Да, любовь, научиться любить. Надо осознать, что это чувство вечное. Вот то, что ты любишь, оно навсегда, оно никогда никуда не денется. Оно всегда в тебе. Ты можешь отказаться, можешь уйти от этого человека. Он может быть тебе даже чем-то стал неинтересен. Но чувство, оно сохранено, оно сохраняется. Оно, это чувство сохраняется, никуда оно не девается. Оно вечно. Понимаете, интересно даже то, что иногда мертвая личность, то есть прошлая жизнь, она же никуда не делась, она ушла просто. Я вам расскажу, как она живет. Это ад, это в таком аду. То есть человек, он тот же, он тот же, у него все то же самое, но у него нет тела. Вот представьте, если у вас нет тела. Вот вы сохраняетесь, а тела у вас нет. Вы можете представить, какой это ад страшный? Ты не слышишь, ты не видишь, ты не можешь двигаться, но ты живешь в себе. Я вам только, чтобы вы поняли, ну может быть извините, если настроение испорчу, я не хочу вам портить настроение, но все-таки скажу вам. Так японцы поступали. Когда ниндзя попадался самураем, они так называемую свинью делали из него. Слышали про эту казнь? Кто-то знает, вот уже кивает головами. Так поступила одна китайская принцесса, когда ей попала в руки девушка, которую любит император. И это несчастная девушка. То есть что, отрезаются руки, отрезаются ноги, уничтожается слух, уничтожается зрение, вынимается язык, все. А человек живет, его насильно кормит. Страдания ужасающие. Так вот в таком положении находятся наши мертвые личности. Их очень много. Их очень много. Представьте себе вот этот слоеный пирог, о котором я когда-то рассказывал, который имеет свое собственное сознание, которое мы называем подсознанием. Он окутывает нашу душу таким толстым-толстым слоем. И вот все вот эти вот мертвые личности, они в таком положении находятся, не имея тела, не имея связи с новой личностью, а новая личность, придя в этот мир, вот в наш мир, творит то же самое, что творило прошлое. Почему так устроено? Почему? Потому что взяв опыт прошлой жизни, можно же легко изменить себя. Но для творца такие изменения не нужны. Ему нужно с белого листа, с нуля, чтобы человек вышел на чистоту его самого, то есть на чистоту его вибрации, души. Понимаете? Чтобы личностное стало одинаковым, вот по чистоте та же самая вибрация, все то же, что и сам творится. И поэтому вот так. И представьте себе, какой труд, а когда мы не знаем даже, что такое самое простое, мы не знаем законов нравственности, мы не знаем, что такое благородство, это один из законов нравственности, Мы не знаем, что такое любовь, мы не знаем, что такое честь, нам это просто ничего не надо. Но вот наша сатанинская цивилизация, вот Трамп, уже от этого Трампа тошнит, наверное, на вас всех, но я вспомню, помните, он утверждал, что в Сирии это американцы размотали этот ИГИЛ. Он спокойно трепался на всю планету, в нем нет стыда. Да, ну, если бы он любил себя хоть чуть-чуть, он бы такое не мог сказать, у него нет любви к себе даже, у него нет понятия чести. Как можно опустить себя в такое дерьмо, такую ерунду нести, он же это говорил. Вы можете себе представить, если президент такой, а что же там с народом-то делается, а что с нами-то происходит, мы же так же врем. Мы творим страшные вещи, а понятия чести никакое. Нет у нас понятия, что это такое. Долго нет у нас понятия. Я вам только рассказал про шутеров и про неприкасаемых, вот их психологии. У них нет понятия чести, у них нет понятия нравственности никакой, у них благородства нет никакого, они не знают, что это такое. У них нет понятия долга, у них нет понятия... Они не слышат голос совести, а голос совести это голос самого Творца. Ну, а люди этого... А им это не надо. Они просто покосили в себе вот эту вибрацию Творца. Зачем? Хотя голос совести выводит человека из эгоизма, а эгоизм порождает ум. Изворотливый хитрый, а ум порождает личность. А видите, как получается? А у них нет, они не слышат голоса Творца. Это вот такие вот интересные люди. А вообще люди они или нет? Это нет вообще, понимаете? Почему я так утверждаю? Ну, наверное, и вы видели, вот недавно было... Это можно найти в интернете, там такая сходка. То ли ресторан, то ли там какой-то кафе, не знаю. Там сидят все эти наши элиты. Там Чубайс сидит, там сидел Греф, там Кудрин, там все эти министры наши, там кого-то он только не было. Сейчас оскладились такие все, такие все крутые, они хозяева жизни. И один какой-то депутат, я так и не понял, не помню его фамилию, встал и говорит... А? Миронов. Ну, Миронов, значит. Он встал и говорит, ну что, ребята, вы сейчас меня, конечно, кончить можете, посадить все, что хотите здесь, сделайте. Но я вам скажу правду, надо менять систему. Все менять надо, вы что, не понимаете? А они ха-ха-ха снят, которые очень красиво умеют говорить вот так. Берут микрофон и рассказывают сказки нам. Держат нас в океане лжи. А на самом деле, что они живут для себя, они живут как рабовладельцы, а нас рассматривают как ресурс, как рабов. Вот и все. И когда он это им сказал, ну ладно, ты там сядь, мы тебя там не будем, ничего с тобой делать. Ты, наверное, из этого искал, раньше ты не забыл, что ты юрист, поэтому так рассуждаешь. Значит, смотрим теперь, что из себя представляет сословие тружеников. У сословия тружеников, у них другая немного генетика, у них несколько иного характера. Хотя они тоже привязаны к удовольствиям, им тоже удовольствия нужны. Они тоже любят, так сказать, пузо почесать на солнышке, там, получить какие-то, там, еще чего-то от жизни. Но дело в чем? Дело в чем? Здесь происходит интересная деталь. Они слышат голос Творца. Они его, этот голос Творца, они хорошо слышат. И у них есть чувство долга. И вот их мотает. То голос Творца, вот, он слышит, ну, совесть, совесть это голос Творца, да? Вот совесть-то в них звучит, голос совести. То, еще чувство долга, с одной стороны, с другой стороны, да заставляет их выполнять какие-то функции свои, правильные. Вот. То тяга к удовольствиям, к получению удовольствия. Что делать-то? Вот и качаете. Сталин что сделал? Сталин умница была. Вот он что сделал? Он смог раскрутить вот через средства массовой информации чувство долга. То есть он усилил это чувство долга. Понимаете? Он усилил его до предела, как мог. И спасибо это Сталину, потому что первое высшее сословие практически состоялось в России. Оно состоялось, оно стало довольно сильным перед войной. И потом это вот, на этом сословии мы и выехали, мы победили. Когда подсчеты были, расчет шел, будет победа или не будет, Запад или Россия, Запад или СССР, да? То там четко все посчитали на Запад. Вы, наверное, знаете, что Китлер вообще он был серьезный мужик. Он не играл просто так, слепую. Он делал все основательно. То есть получилось, что Россия, то есть Советский Союз победить не может, не может. Нет у нас ресурсов эту войну выиграть никак. Но они не посчитали, потому что материалисты, они не посчитали самого главного, что внутренний мир вот этих людей, он другой. Это не немцы, которые выполняют просто приказ. Это другие, которые сверх приказы через вот этот голос, голос, это голос совести раз, а голос, это долго. Это долг, это мощь долго, понимаете? Перед Родиной, перед Отечеством, перед семьей, перед землой, тут масса такого. И еще чувство любви, которое всегда в русском народе присутствует. Оно никогда, вот мы так устроили, что мы, что бы мы ни делали, даже мы предаем свое государство, но мы предаем во имя любви к Отечеству. Ну как их предавали, те же властям, мы хотели, что Сталина убрать. Не понимали, они просто не понимали подвижничество Сталина, потому что не хватало знаний, они не понимали, что делает Сталин. Они в плоскости рассматривали, в объеме не рассматривали его работы, его подвижничество. Поэтому говорили, мы Сталина уберем, а с немцами разберемся. А во имя Родины это было. Так вот, рассчитайте, первое высшее сословие вытянуло войну. Либо, соответственно, была куча предателей во имя Родины, опять же, да? А с другой стороны, во имя Родины огромная масса героев, сверхгероев. Даже не героев, а сверхгероев, которые творили такие чудеса, о которых никто даже не мог представить на Западе, что это могут сделать. Русские люди могут это сделать. Понимаете? И мы выиграли на войну. Но беда в чем? Когда пришел Хрущев, он что сделал? Вот когда чувство долга, он покосил. Он купил этих людей, их можно купить. Первое высшее сословие продается, оно материализованное. Вектор сознания, приоритет какой у него? Тоже приоритет какой? Ну, вы же знаете, материальный, материальный на первом месте, а духовный где-то там. Поэтому, что? Их просто начали покупать. Как покупать? Очень просто. А мы вот сделаем вам это, 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 это. Мы перегоним, догоним и перегоним в Соединенные Штаты Америки, мы вас накормим, мы там кукурузу посеем. Короче говоря, что? Качнуло от долга и от голоса совести, качнуло этих людей куда? Получение удовольствия. И вся эта огромная масса первого высшего сословия победителей в войне рухнула вниз. Духовно они обрушенные были, Хрущев обрушил их. Это было очень умно сделано, классно было сделано. Да, конечно, второе высшее сословие у нас было очень маленькое. Очень маленькое, мало было людей в управлении второго высшего. Но эти люди уже ничего не могли сделать здесь. Они, ну их можно было по пальцам пересчитывать. Вот так получилось второе высшее. Второе высшее. Это голос, голос совести воин погасить себе не может. Он бы рад его погасить, но не может. Голос совести настолько серьезный. То есть он голос Творца воспринимает так, как есть. С другой стороны, он, вот он человек долг, он человек долг. О, его колбасит. Его колбасит. Что делать? Он, с одной стороны, долг, а с другой стороны, совесть. У него нет выбора. Он не знает, куда уйти. Зачем уйти? Туда, сюда. А самое ужасное то, что его можно обмануть. Вольно можно легко обмануть. Поэтому, когда говорят, вот наши там ребята, должны поднять уровень до уровня войнского сословия. С войнами можно тоже разобраться. Нарвутся на жрецов темных, а в ней спокойно из этих войнов врагов сделают. И причем легкую это сделают. Что получается? Берется идеология. Какая-то идеология выдумывается. Из идеологии вытекает мораль определенная. Эту мораль завязывают воины. Воин слышит голос совести. Но дело в том, что у него голос долго еще, а очень мощный. А что получается? Из морали вытекает уже голос ложной совести. Голос ложной совести. И этот голос ложной совести подавляет голос Творца. И тогда воин превращается в убийцу. Собственного народа. Да угодно. Понимаете? Мораль. Моралью можно управлять воинским сословием через мораль легко. Нельзя этим сословием управлять через материальное. Воин не подкупен. Его практически не купишь. У него приоритет духовного на первом месте. Уже у воина приоритет духовного. Но в этом духовном он запутался. Он путается. Понимаете? У него нет выбора. Он не знает, куда ссонуться. Его качают с одной стороны в другую. И вот это, конечно, очень плохо. Это плохо, потому что, ну что, информационно можно с этими людьми сделать все, что угодно. Все, что угодно информационно можно сделать. И получается, что остается только высшее сословие. Высшее сословие у них, у этих людей выбор уже сделано. Они часть творца. Они больные. Их личностное слилось с их душой. Это единое целое. Они связаны с нашим. У них нет и не может быть какого-то выбора. Когда исчезает выбор, человек получает полную свободу. Как ни странно. Когда исчезает выбор, человек получает полную свободу. Он свободен полностью. Потому что он знает, кто он и зачем он пришел, и для чего. Все решилось. Все должно быть так, как вот единое. Понимаете? Но жалко, что таким человеком был Иосиф Виссарионович Сталин. И больше не было. Ни одного с ним рядом. Такого уровня, как Иосиф Виссарионович. Был Жданов, да, но Жданова Андрюша убил. И Сталин над ним плакал, как и над братом. Говорит, Андрей Андреевич, что же ты меня одного-то оставил? Что же я буду делать-то без тебя, Андрюша, Андрюша? Жданов был таким же. Когда Жданова говорят, что он там в осажденном Ленинграде питался апельсинами, это вранье. Он так же сухари ел, как и все. Он так же питался, как и все. Он так же сдыхал с голода, как и все. Так что, а Жданова ему надо говорить правду, поклониться ему надо. Был великий человек тоже. Ну, был Берия такой же. Но от Берии только плотча полетели. Сами знаете, почему. Слишком много знал, слишком много умел. И слишком был увлечен ракетной программой и программой атомного оружия. И пытался страну поднять. Ему некогда было заниматься спецслужбами. Некогда было заниматься теми, кто строил для него эту ловушку. Вот как получается. То есть, что мы видим? Мы видим с вами, что проблема нашего общества в его расслоении. Мы все здесь сидящие, каждый должен понять себя. Вы знаете, когда человек начинает копаться в себе, когда человек начинает разбираться в себе, он уже наносит удар по системе. То есть, вот сатанизм, он не терпит тех, кто начинает искать себя. То есть, человек погружается не во внешнюю сторону, а в себя. Он пытается понять, а что во мне не так? А где я допустил неправильный ход? А что я сделал не в том направлении? А нужна ли эта мораль, которой я следую? Правильная ли эта мораль? А может мне идти не по стезе морали, а по стезе идти нравственности? А где моя нравственность? А что это такое? Вот когда эти вопросы начинаются в человеке, он опасен для системы. Он может легко вывалиться из системы. Управлять система им уже не может. Потому что здесь она встречает сопротивление. Причем сопротивление довольно мощное. Я вам хочу рассказать одну вещь, которая вам может кое-что открыть. Вот понятие, что такое настоящий человек, который связан напрямую с Творцом. Который идет по стезе в своей высокой духовности, нравственности. Который знает, что такое долг. Который знает, что такое честь. Который знает, что такое благородство. Который действительно высок во всех отношениях. Я вам сейчас расскажу про восьмой век. Начало восьмого века, когда вот на эту территорию, где сейчас стоит Краснодар, двигалась сорокатысячная армия Мирван Кру. Этого арабского завоевателя. Другая армия шла дербецким проходом по ту сторону, угрожая Хазари. А вот Мирван Кру он шел, чтобы нанести Хазари удар в спину с севера. И арабы разорили Каркли, государство грузин современных. Раньше называлось Каркли это государство. Оно было разгромлено, и царь Каркли уходил в Анакопию, в столицу Абхазии, спасая своих людей. И за ним арабская армия шла по пятам. Подошел царь Грузии, подошел к Каларасукской крепости, которая на границе Каркли стояла. И рядом с Анакопией, там в десяти километрах Анакопии, там в пятнадцать, рядом совсем. И увидел там, и мы там встретили триста бизантийских воинов. Это было, гарнизон был всего триста человек. Это были византийцы, которые служили верой и правдой Абхазии, так как Абхазия была союзницами империи византийской. И видя вот этот разгром, видя этих раненых, этих умирающих людей, комендант крепости пустил сразу царя, всех, кто там с ним был, накормили, напоили. И царь предложил уходить отсюда. Сзади армия огромная. Что от вас? От вас мокрое место не останется. У вас триста всего. Давайте с нами уйдем в Анакопию. И Анакопию отстаивать будем вместе и спасемся. Может быть выдержат стены крепости Анакопийской, вот нашествие арабов. И вот что комендант крепости сказал? Подошел, поклонился царю, говорит, знаешь, я же комендант этой крепости. Я воин, но из Константинополя мне не пришел приказ бросить эти стены. Мною управляет долг, и я помянусь своему долгу. И потом мною управляет честь воина. Я остаюсь, я здесь останусь. И обратился к своим всем, говорит, вы хотите, уходите. Вот уходите. Я никого не буду вас осуждать. Вы правильно сделаете. У вас семьи, у вас дети, у вас... Кто-то из вас останется, может быть, живым. Но я останусь. Мой долг и моя честь не позволяют мне покинуть мой посоль. И все триста византийцев остались в этой крепости. Тогда царь Картули, посмотрев на этих людей, перед ними встал на колени и низко не поклонился. Он увиделся мертвых уже людей. Ну, а это были люди настоящие. Они стоили чего-то эти люди. И вот грузины ушли, пришли мы на Копею, и к царю Леону сказали, что вот у тебя вот такая крепость здесь. Триста человек пытаются остановить на шесть арабов. Огромная армия. А ему комендант сказал, вы наблюдайте, вот пока мы сражаемся здесь на стенах, вы за это время готовьте на Копею к Ассаде. Мы сколько часов сможем удерживать эти стены, за это время не тратьте время зря, готовьте эти стены, готовьте все, чтобы наша смерть не была просто так. Чтобы мы знали, что вы за это время успеете камней натаскать, там продукты завести, там еще что-то. За это время успеете многое сделать. А мы тут будем как можем, так и будем за этих стенах сражаться. Но когда увидите дым над крепостью, когда поднимется дым, знайте, что нас уже нет. Последние из воинов, умирающие, зажгут последний костюм, который здесь вам покажет, что крепость пал. Все, никого у нас не остается. И вот Леон, узнав про все это, он сам решил посмотреть, что же это будет. Он утром, рано утром на коне выехал на гору, и была перед ним, эта крепость стояла, стены были чистые, было видно эти 10-12 километров, арабов не было. Потом около крепости появились костры, появились костры, дымки, там видно движение было. Потом прошло некоторое время, и вдруг все стены крепости покрылись, как муравьями, как будто огромные плотище муравьев винулись на эти стены. И вот прошел час, прошел второй, прошел третий, прошел четвертый, солнце поднялось к зениту уже, солнце палило, Леон стоял и смотрел, и ждал, что вот-вот вспыхнет огонь. Но огня не было, дыма не было. И вот весь день эта масса людей лезла на эти стены. И только в ночи, когда солнце стало падать в море, над крепостью поднялся дым. Последние войны умирали около этого времени. И его, этот самый, царь, царь, она копеет, плакал, как ребенок, глядя на эту крепость. Они успели все, подготовились. Но и когда вот эта пришла волна, вот о доблести этих людей, о этой великой чести, о людях, которые сделали невероятное, в Анакопею. Вы сами понимаете, как Анакопея отстаивала себя. Благодаря этой крепости, благодаря всему, Абхазия выстояла. Эта вся армия Мирван-Кру легла под ее стенами. Если бы этого не было, вряд ли бы Абхазия устояла. Прокатилась бы арабская армия под всей Абхазией, и руины бы от нее остались. Вот что такое долг, что такое честь. Эти все качества исходят откуда? Эта огромная энергия, она идет из души человека. Из его души. А наша душа, она покрыта толстой коркой, вот такой вот толстой нашего личностного, которая стремится во мне, стремится к материальному, и как можно больше хочет хапнуть, и сдачить к себе. Понимаете? Можете себе представить, что мы себе представляем? Вот, собственно, что я хотел вам рассказать вот в первой части нашей встречи сегодня. А вот мы на эту тему и будем рассуждать. Я вам все расскажу. Что делать? Я вам постараюсь все. Мы для этого и собрались сюда. Мы для этого собрались. Тут очень много надо понять. Я вам расскажу, что такое идеология. Как они создаются. Как создается мораль. Ложная мораль. Подлая мораль. Как идеи создаются. Как разделение идет. Мы будем заниматься с вами психологией сейчас. Вот дальше психологией системы. Как она работает. И не только материальными структурами системы. Ведь это очень сложная штука. Сатанизм это очень сложный. Это очень серьезное. Мы все это должны с вами разобрать. Чтобы знать врага. Чтобы победить врага, нужно знать, кто как он устроен. Иначе мы просто его никогда не... Мы его просто не увидим. Он существует. Но мы же не знаем, как он работает. Мы все... А вот ради этого мы здесь сами собрались. Я тот раз вам что рассказывал? Тот человек, что часть творения. Что мы часть творца. Но чтобы полноценно вместе с творцом играть в одной команде, нам нужно поменять себя. Иначе мы просто что? Раковая опухоль. Вы понимаете, что получилось? Ну кратко сейчас скажу. Получилось то, что нельзя допускать. Творец сейчас в оппозиции человеку. Он только потому убивает вот человечество, что русские живут. Еще русские живут. Еще наш народ живой. Вот этого. Мы связаны с ним ментально. Через нашей церкви, через наши храмы ведические. Хотя она не шпиль, если это акристы, но все равно это храм, это ведические. И все равно приходим некие егари. Егар это система. Это его имя. Имя системы. Мы приходим куда? Мы приходим к Творцу. Мы до сих пор к Творцу приходим. И я общаюсь с Творцом, а не с Егаром. Понимаете? Ну так это или не так. У вас есть эгонисты садевают? Я, наверное, ни одного с этой встречи. А вот основная молитва к христиану больше наша, это все-таки обращение к Творцу. Нет. Обращение к человеку. К самому себе. Вот как раз обращение к своей душе. Вот так. Да. Это возьмите, посмотрите работы Горяева. У Горяева это все разложено на волновую структуру. И у этого... Кстати, эту молитву дал Иисус только. И больше никто. Это его молитва. И дал эту структуру всю Говору. У Говора, посмотрите. У него это все есть в интернете. Там даже волны, волновая вот эта вот матрица, она там все. И там даже музыка звучит. Интересная музыка. Понимаете? Музыка нашей души. Нам очень много... У нас просто нет времени, если честно скажу. Нам очень много предстоит разобрать и понять. Вы представляете, культура. Гигантский пласт. А вот весь сатанинский. Городская культура. Вся сатанинская. Видите? Вы понимаете, что делают с нами? Поп-культура, попса, все вот это популярное. Это ужас. Даже сейчас извращено все. Даже балет уничтожен. Ну все уничтожено. Все, что можно, было все уничтожено. А он ничего уничтожен. Современный балет. Ну, потому что... Вы видели современные постановки? Современный балет. Современные постановки. Вот недавно Муриева показывали балет. Вы знаете, что это такое? Слышите? Вам не надо объяснять. Там его, это, фортрет стоит, да, вот с таким вот метровым членом, да, УДом, да. И это все нормально. Приняли нормально. Народ-то ведь не сказал против ничего. Вы понимаете, что делается? А вы посмотрите в интернете. Все это и есть. И, кстати, министр культуры остался на своем месте. Никто его не убрал. Ну, тут дело... Я не хочу сказать, что Путин не хотел его убрать. Он хотел его убрать. Но он много чего хотел. Он много чего хочет. Но вопрос, как хотеть-то, не вредно. Там есть силы, которые более серьезные. Вы понимаете, что президенту приходится бороться с системой? Это невероятно трудно. Это не с людьми, это с другой силой. Она более мощная. Вы понимаете, о чем речь? Вот этот министр культуры остался, даже после этого балета, остался. И очень многое надо понять. И корни культуры еще разобрать. Есть еще какие-то вопросы ко мне? Давай. А есть у Путина команда? Вы знаете, команда есть у него. Команда есть у людей, которые дальше видят других. То есть это люди, которые действительно преданы стране, которые на самом деле... Тот же Лавров, например, да? Это серьезный человек. Тоже из спецслужб Лаврова. Там есть такой Рогозин, который сейчас будет возглавлять весь космос. Там есть другие люди, очень серьезные. Но дело в том, что их просто мало. Их просто очень мало. И вы на одну из них должны пойти. Что, не слышно? Их просто мало, этих людей у него. Просто немного. И президент, он каждому из них дорожит. Бросать в бой вот так этих людей просто нельзя. Ведь нам говорят, пятая колонна. Нам рассказывают про пятую колонну. Но на самом деле она, эта пятая колонна, есть. Но дело-то не в пятой колонне. Дело в нас с вами. В нас с вами. Ведь идеология вот этой вот приоритета материального над духовным, она одинаковая. Что у бомжа, что у олигарха. Она одинаковая. Что хоть у кого, кого не посмотри. Мы же все как на одну колодку шитые. Илья Гея. Хочешь узнать человека, дай ему денег. Или, 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 там, сделай так, чтобы он эти деньги получил. И власть. Да, и все. И ты узнаешь, кто такой. Ты узнаешь сполна. Я же, я уже устал от этих уродов. Я просто устал. Не знаешь, куда от них деваться. Понимаете? А что делать? А других у нас нет. Пока нет. И вот надо, для чего мы здесь собрались? Чтобы создать школу, чтобы хотя бы несколько человек. найти и воспитать. Поднять до уровня понимания жизни. Но дело в чем? Система настолько она изощренно работает, что подменой моральных установок люди уверены, что они правы. Они правильно живут. Что они являются, так сказать, во всем правы. И ты ему не объяснишь, что он запутался. Ему ты просто не, он просто тебя не слышит. И он не будет идти с тобой рядом. Ужасно то, что система не просто нас разделила там по конфессии. Разделила нас по... Ну, вы, наверное, знаете, тут не буду повторять. Сколько у нас там всяких разных сект, сколько разных партий, сколько различных клубов, сколько различных течений, сколько всего у нас. Она, да, это социальная среда. Вот по социальной среде. Она разделила нас по более глубокому плану. Понимаете? Она навязала каждому из нас свою идеологию. Мы понимаем общую идеологию, прилавляя через свою призму по-своему. И мы свою строим идеологию. И через эгоизм навязываем свое кому-то. Не пытаясь следовать общим едином законам, которые открыты, которые понятны. Которые очень простые, кстати. Кстати, жизнь, жизнь вообще вот... Вот в творении, она же очень простая. Но проще некуда. Но жить в системе, это просто невероятно трудно. Вы живете в городе. Вы страдаете. Вы даже не понимаете, что вы страдаете. Вы даже не понимаете, что вы несетесь галопом к своей смерти. Вы не понимаете этого. И до вас не достучаться. Я в своей книге последний... Я покажу вам фотографию. Я принесу фотографию из архива, естественно. Естественно, вам это не показывают. В честь столетия Бородинского сражения. В честь столетия участники Бородинского сражения, в честь столетия 1912 года. То есть это по 130 лет мужикам. Здоровые мужики сидят с бородами. Ну как вам это? Ну, а вы про это знаете? Нет. Что там? Можно добавить? Да. Во-первых, они все пришли своим кодом. По-моему, там 12 человек приехало на собственных конях. И сейчас я еще один факт скажу. Просто о предке рассказывали. Про фотографию вылетел. Возвращение. Ладно, ничего, вспоминай. Я вам только одну еще деталь. Хватит ли времени? Ну хватит, наверное. Успею. Есть, ну есть. Вот наполеоновская вот эта баталия страшенная. Это 12-й год. Это черт знает, что творилось. Говорят, война была там слабая. Она не была слабая. Это была ужасная война. Это нашествие всей Европы на страну. На нашу. Вот. Творилось невообразимое, но интересная деталь. 120 тысяч с лишним французов, пленных, и итальянцев, и испанцев, и австрийцев, и поляков отказались вернуться на родину. Из России. Они отказались вернуться. Они потом ездили из России, к своим абактам возвращались. И я когда прочитал в дневнике одного француза, который умер, кстати, в 116 лет, он работал в университете, работал в московском, учил французском языке этих студентов. Он объяснил вот это все, почему они остались. Оказывается, остались вот почему. Мы были поражены духовностью русского народа. Мы были врагами, а когда мы стали пленными, к нам относились по-другому. Нас кормили, нас спасали, нас лечили, нас никто не презирал. Нас жалели. Мы увидели благородных людей, мы увидели честных людей, мы увидели людей с великим достоинством. Мы увидели крестьяне, которые русские крестьяне, с таким достоинством, на такой высоте духовной, как наши герцоги. Мы, говорит, захотели быть с этим народом рядом, мы хотели поучиться вот этой высоте духовной. Русские презирали все это материальное, всю эту хренотень, она им не нужна. Они жили в плане, ну, закон о мере. Необходимо быть достаточно. У них все было. То, что необходимо для жизни, все. Главное было это что? Это уровень духовного роста. И они остались, вот эти люди остались из Европы. Потому что в Европе этого уже давно не было. Там уже был этот оголделый сатанизм, где за копейку готовы резать дуток какой-то. А здесь, в России, все было иначе. Интересно то, что многие из них, ну, можно добавить, я сейчас скажу, это француз написал, целая казачья община родилась. Кавалеристы французы собрались вместе, уехали на дом, построили эту станицу свою на Дону. От французского языка отказались. Русские имена приняли, стала французская станица казачья. Представляете? Вот, многие, вот этот француз тоже поменял свое имя, фамилию, все на русское. Они поменяли имена, они поменяли, все. Они отказались от Западной Европы. Они пришли в Россию, Россия осталась той, какая должна. То есть понимаете, какие мы были еще недавно, каких-то там несчастных полтора века назад. Плен-то был вот какой, плен духовный. Они приняли нас, как великих людей, к кому они пришли и нам молились, и остались с нами. Они были счастливы с нами. Вот, я живу в Нарыме, в центре Сибири. Там целое польское кладбище. Там французы похоронили. Забытое кладбище, только нарымчане ходят, там еще и цветы там садят, бывают, и все. Там фамилии уже не видно. Но они же не вернулись на родину. Они отказались. Им было в Сибири лучше, чем у них там. Среди нас. Вот русские это да, а у нас там негатив. Вот и все рассуждения. Значит, начинаем мы вот с чего. Ответ на вопрос. Вот мне был задан вопрос, я решил его осветить. Вы знаете, вообще общинный строй, это космический строй. Это неземной строй. Можно общину как угодно называть. Там есть родовая община, есть там община соседская. Неважно, их еще называют клановые системы. Например, та же вот община в Шотландии, в Ирландии, там кланы. Понимаете? Людь, человек принимает, человек связан в одном эгрегоре, в одной системе, и экономически он связан со всеми. И получается, он как бы в одном организме, он часть организма одного, вот какой-то группы людей. Но вот какое дело. Не надо одну вещь забывать, что здесь тоже система. Вот одна община, вот вторая община, вот третья община, вот четвертая община. И каждая община начинает обособляться, каждая община начинает искать что-то свое. Начинается чувство отчуждения одной общины, а другой. Начинается грызня. Ведь посмотрите, как она работает, как сатанизм работает. Мы же ради этого собрались. Вот смотрите, вот социальные структуры, да, я уже говорил, государства, конфессии, национальности, этнические группы, там образовательный процесс, разные, бывает на разных языках. То есть некоторые элитные школы, неэлитные школы, в общем, делят, делят, делят и делят и продолжают делить. Там пенсионеры, даже пенсионеров поделили, а одни работают сейчас должны до 70 там с чем-то, вернее, до 65, да, мужчины, кажется, да, а другие там. То есть, понимаете, все это, это одна холера, это системная структура. Заставляет нас, чтобы мы друг друга что, ну, ненавидели, и друг другу завидуют. Вызывает чувства, вот такие вот низменные чувства. Поэтому, когда вы строите какое-то общинное движение, неважно, какая община рядом с вами, что там они исповедуют, что они хотят, только бы сатанизма такого оголтелого не было, да, вот такого, знаете, махрового. Если этого нет, если нет там человеческих жертвоприношений, там или животных, или еще что-то, все нормально. Ну, тогда тоже свои люди. Все нормально, все свои. Вот у меня был такой момент, когда в Кисловке, мы справляли тоже обедические праздники, как раз солнцевой рот тут летний. Приехали татары наши. Татары приехали просто на речку. Это татары наши, мусульмане, сибирские татары. Соседние деревни, там такая деревня есть, черная речка. И наши все в костюмах, все такие крутые, там у всех вышивки, все такое. Татары просто приехали. Они тоже национально. Тебе эти шапочки в сапожках там, в своих, в этих, в зеленых этих, своих этих, безрукавках. И мы их, вижу, вижу мои-то глаза выпучили. Я говорю, вы что делаете? Это же свои. Это те же русские люди, те же россияне, тот же самый наш народ, родные все, все близкие. Давай их сюда. Они, как так, мы же... Ребята, а вы что против солнца что-нибудь имеете? Солнцеворот, изменения, космический праздник. Вы что-нибудь, вы что же что-то справляете? Да, у нас тоже это есть, как сказали, название свое. Ну-ка, что вы? Вместе, вместе пели песни, вместе хоровод водили, вместе купались. Они счастливы, мы счастливы. И такая была радость, что все мы были вместе. То есть мы сломали эту установку, вот эту установку системы. Поэтому, если общинность вот эта вот возродится, настоящая, это единая структура, это единая семья будет по всей стране. И здорово, что это будет. Но вот надо начать с малого. И постепенно, постепенно, вот таким вот образом. Конечно, это сложно, а лентяев вообще не заставить работать. Он будет стараться урвать. Но шудр есть шудр, он везде шудр, понимаете? Под себя гребет, меньше отдает, больше берет. Тяжелый случай. Но не смертельный. Поэтому работать, вот приходится с людьми. Сложно, трудно, тяжело. Поэтому, кто займется общиной, на нем будет такая нагрузка. Невероятная, невероятная именно психологическая нагрузка. Система как действует? Вот верхняя часть айсберга, это социальные структуры. А нижняя, которая самая такая невидимая, это психология. Система нас рушит именно вот здесь. Заставляет нас принимать ложные ценности внизу. И вот очень сложно, очень сложно вот работать именно вот внизу, под айсбергом, не сверху. Там можно договориться, там на социальных это несложно. А вот когда здесь, когда касается психологии. Вот сейчас мы были внизу, там мне кто-то подошел и сказал, да вот ты же сказал, что с мусульманами там туши свет. Бесполезно, они и слышат. Они просто не хотят слышать. Очень сложно. А с христианами с нашими, то же самое. Я вам вот что хочу рассказать. Прежде всего, конечно, впереди у нас много очень работы. Впереди это вернуть достойное, настоящее имя Христу. Конечно, конечно, потому что его с грязью так смешали. Его один из стартов только даже в гомика превратил. То есть, понимаете, что только о нем не говорят, что только не придумывают. На самом деле, это был человек, который пытался дать надрелигиозное представление о великом космосе. Дать общие, единые законы мироздания иудеям. Теперь надо обязательно вернуть доброе имя Магомету. Магомет обалденный был мужик. Он был удивительный человек. Надо сказать, что Магомет даже сумел, если Иисус назвал Творца Отцом Небесным, это никак не могут вытравить. И Евангелие на этом стоит. Правильно, абсолютно. А раз Отец, то мы уже не рабы. Мы дети. Дети, но не рабы. Иисус сделал большое дело. Но Магомет пошел еще дальше. Магомет что? Он заложил в слове Аллах, заложил многобожие понятия о многобожие, о структуре, сложной структуре космоса, сложной структуре многоуровневой, сложной эгрегиальной структуре Вселенной. Потому что слово Элохим или Эланхим, там разные транскрипции, означает с древнееврейского многобожие. Можете посмотреть в словарях, можете посмотреть в Ветхом Завете. А из Эланхима или Элохима вышел Аллах. Вышел Аллах. Это транскрипция Эланхима или Элохима. То есть что? Это собрание богов во главе с главным богом Элом. Эл это тот же род. Или строитель, создатель. Это информационный потенциал Вселенной. Высший информационный потенциал Вселенной. Вот так. И когда тебе мусульманин говорит, Аллах един, он неправильно понимает слово Аллах. Он единое что? Воля вот этого собрания богов, она единая, эта воля. Даже как и Отца Небесного, он очень сложен. Но воля одна, это общий знаменатель. Если рассмотреть этот вопрос, позиции математики. Но богов здесь огромное количество. Несколько слов о Магомете. Я уже о Христе тот раз говорил, о Магомете ничего не сказал. Но я скажу несколько слов. Что это? Дело в чем? Магомет застал арабские племена на уровне дикого язычества. Кровавого, дикого язычества. Магомет сам был очень образованный. Он получил образование в Египте, получил образование в Сирии. Он путешествовал много. Он был на территории Византии и познакомился с христианством. Он работал некоторое время в Иудее. То есть он был на территории Византийской империи, но в Иерусалиме. И он многое понял. Он взял за базис подвижничества Христа. Он понял суть Христа. Он понял, зачем Иисус пришел в Иудеи и что хотел Иисус. И что он сделал? Он решил поднять духовный уровень от язычества хотя бы до уровня ведичества. Я вам в той лекции рассказывал, что космическая цивилизация надрелигиозная. То есть там индийский мир, да, это звездный. Это человек, Бог. И связь человека с Творцом такая, что и сам человек, он был Богом. Я вот только недавно сейчас говорю, что он может менять тело, любая планета его. То есть он может передвигаться куда хочешь. Это гигантская власть над природой, над телом, да. Все, что нас окружает. И часть Творца, это ангел. Мы все такие вообще-то здесь сидящие. Потензали все такие. Но мир ведический, это уже, что? Это ступень ниже. Почему? Потому что есть уже предки-боги. Предки очень высокие. Поклонение предкам. А предки это, так сказать, связанные с Творцом, да. Так вот, поднять на самый верх, вверх, Магомед понимал. Поднять невозможно. Люди настолько низко упали. Частоты эти, просто их, в той частоте, в какой они живут, поднять никак. Но можно, используя поэзию, а он был поэтом от Бога, можно вот, а сила поэзии включает в самую глубину, в самые глубины души человеческой, души, не личностного, а духовного, что именно потому он и применил поэзию, применил поэзию вот в своей Коране, да. И он все законы, общие законы мироздания внес туда, которые, вот я вам сказал, я вам восемь законов, их же много, еще впереди масса законов. И вот он что сделал? Он вложил туда все и смог поднять, смог поднять духовный уровень своего народа на уровень ведический. Почему он это сделал? Это вы должны тоже знать. Я сейчас объясню, почему он пошел на это. Потому что был пример, в истории уже был пример такого мощного подъема. В истории, и он это знал. Магомед был умницей, он знал историю, не так, как мы. Пример какой? Пример это, сейчас скажу вам, 2400 лет примерно до нашей эры началось передвижение семитских племен на территорию Шумера. Первые семиты пришли к Шумерам, к шумерскому городу Неппур. Потом они поселились рядом с Лагашем, с Уром в Месопотамии. Это города, которые стояли на границе Аравии, и где впадает эфрат и тигр в Персидский залив. Кто такие Шумеры? Вот видите, как получается. Начинаешь одно рассказывать, оцепляется за все. Я вам кратко расскажу. Шумеры. Вы здесь вот сидящие, я вам всем кланяюсь, вы все потомки Шумеров. Хотите вы этого или не хотите, это ваше, можете не верить мне, но и все потомки шумерского, великой шумерской державы, великого шумерского народа. Дело в чем, я отступление сейчас сделаю. Вот наши работы по среднему приобью, вот мы вот несколько экспедиций провели по Тиму, по Китею, по Аби, потом я собрал материал огромный по всей Сибири, сплошная шумерская керамика, сплошные шумерские орнаменты, сплошные. Я взял таблицу древних шумерских орнаментов нашей находки один к одному, я даже в книге это все написал. То есть получается, скелеты белых людей, некоторые сгоревшие, некоторые просто найденные, это красивые, высокие люди, там метр восемьдесят примерно в средний рост, с очень хорошими черепами, чистых европеидов, это в Сибири, такие же точно черепа, такие же точные находки на европейской территории. На Украине это каменная могила, там тоже шумерские орнаменты, вплоть до Румынии. А на восток, на восток, представляете, мне письма пришли с островов, с курильских островов, шумерские орнаменты, битая посуда с этими орнаментами, фотографии мне прислали. Я гляжу, глазам своим невериям. Выходит, аж на Курилах одна и та же цивилизация была. Кто такие? Потомки Ариан. Это потомки Ариан, это остатки той цивилизации, которая погибла на поле Курукшетри. Это примерно 8 тысяч лет до нашей, когда вот эта великая война была между Арийским миром. Пополам он распался. А потом на этой территории возникла Великая Тартария, еще последняя империя. Так вот, оказывается, в Тартарии те же самые шумерские орнаменты, они были вплоть до 17 века. Потом я когда копнул, значит, что там в Томске делалось, оказывается, Томск строился на этих шумерских орнаментах. Они вывозили эту битую шумерскую посуду вазами и выкидывали в реку в Том. А это фотографии остались, дневники остались, это строился наш ТГУ, строился политех наш, это конец 19 века. Все это вывозилось, выкидывалось, и запрещено было об этом говорить. Вот так. Так работают наши истории. То есть получается, что эти шумеры, они были, кто такие? Это потомки Ариан, естественно, они находились где? Уровень-то их не был, какой духовный? На уровне, минимум, ведический, минимум, а может быть, даже звездный. Понимаете? Они создали на юге Персидского залива, вот тут, ну, где ифраты тигр впадают, да, на юге Месопотами, они создали свою цивилизацию. Там города свои построили, княжество построили. Это такая небольшая группа пришла с севера, на юг вытеснили цивилизацию Убаид. Вот цивилизация Убаид, она управлялась серпентаидами. Там эти, наверное, статуи, помните, ящеры. Вот они этих ящеров убрали, эту цивилизацию очистили, там построились. И к ним, вот сейчас возвращаясь к семитам, 2400 лет примерно, 2500 до нашей эры, первые семиты пришли к шумерам, пришли шаманисты, пришли язычники, которые жарили там мясо там на углях, которые жертвоприношения чуть ли не человеческие, да, и человеческие приносили. Вспомните отца Авраама, когда он своего сына хотел зарезать. Помните? То есть, понимаете, уровень-то какой? Уровень-то вот какой. Но шумеры этих вот семитов не истребили, они с ними стали сотрудничать. И постепенно им передали свои знания о космосе. А это были прямые потомки евреев современных. То есть, это был передовой отряд семитов, который принял шумерскую цивилизацию, духовную шумерскую цивилизацию, как свою. Они заменили языческие, вот эти свои установки, верования языческие, на ведейское представление о космосе. Они смогли это постичь. Это был умный, талантливый, обалденно грамотный народ. Потому что грамоту шумеры им тоже дали. Это был народ, который, собственно, и должен был поднять все племена семитов в Аравии. Поэтому шумеры, дав им это образование, выперли их из шумеров, из шумерии, выгнали их. Это есть в Ветхом Завете. Убирайтесь, ребята, идите куда хотите. Естественно, они не пошли к себе в Аравию. Потому что в Аравии это иметь дело с язычниками, это ужас, да? Они же фанатики. Что с ними делать? Они двинулись к Египту. Они пошли в Палестину, подошли к границам Египта. А в Египте такая же, такого же уровня цивилизация. Египтяне, они построили свои границы, они никого не пускали на территорию Египта. Никого, варваров не пускали. С запада они были закрыты от ливийских племен, от берберов. Здесь, на юге от этих, от хамитов крепости сплошные стояли. Там отражение дикарей до сих пор крепость стоит, там 30 метров стены высотой. То есть они создали цивилизацию свою закрытую. Но евреев они пустили. Почему? Почему? Потому что евреи это был обалденный, высокодуховный, удивительно развитый, хороший народ, не слабея шумеров. Они от шумеров взяли вот этот духовный уровень свой. Египтяне открыли границу и пустили к себе евреев. Никак рабов. Пускай не врут те, кто писал эту Ветхий Завет. Это там сказки, что они были рабами. Они жили вместе, община еврейская, жила вместе с египетскими общинами на равных. Все было одинаково, потому что духовный уровень соответствовал. И их приняли как своих. Прошло 150 лет. Ими, этими евреями заинтересовали жрецы ОМОНа. Кто главный был здесь зачинщик? Даже не Моисей, а Арон, его братишка. Он был главным жрецом. А Моисей был больше воином, чем жрецом. И они решили вот над этим народом устроить экзекуцию духовную. Вот они и придумали здесь вывести этот народ в пустыню и навязать им 10 заповедей, перевести их в другое информационное поле, в информационное поле новой религии, которую они создали в иудаизме. То есть, понимаете, да? Для этого что они сделали? Они попросили, чтобы якобы выйти в пустыню для молебна и попросили, чтобы они взяли у египтян там золото, взяли серебро, там взяли якобы для костюмов ритуальных. Естественно, египтяне были открытые люди, прекрасные, добрые, хорошие, им ничего не было жалко. Это была цивилизация, которая не знала денег, вы понимаете, это отдельная тема. Египет не знал, что такое финансовая система, кредитно-финансовая структура. Та же, как и Вавилония не знала, та же, как и Шумеры этого не знали. И не было жадных, они были жадные, они отдали все евреи. Евреи-то взяли, чтобы вернуть, естественно, не себе они взяли, чтобы вернуть, вернуться. Они даже не знали, что их больше в Египет не пустят. И когда это выясняется, что эти вот двое, вот этот Моисей и Арон, когда они объявляют, что теперь вы не вернетесь больше, что все это золото мы забираем и на этом золото мы купим оружие и все такое для будущих завоеваний там. Но, естественно, высокодуховный народ принял это как? Вы сами понимаете? В штыки никто не захотел быть вором, никто не захотел быть грабителем. Естественно, начался бунт, бунт народа. А возглавили, этот бунт возглавил, возглавили три жреца. Их все было три человека. Их имена, я прошу, вы запомните, это святые люди были. Это был Корей, Аверон и Дафон. Вот три человека, которые знали единые общие законы мироздания, которые эти законы давали, которые были учителями для этого народа, которые знали структуру ведейского мира, получили, они получили все это из шумеров. Они все владели этим знанием. Естественно, народ им подчинялся. Но вот я вам только недавно говорил, что можно изменить сознание воинскому сословию. Через что? Через ложную мораль, через ложную совесть. Это было уже сделано египетскими этими двумя мерзавцами. Это я имею ввиду Моисея и Арона. Они переориентировали воинов, а воинов было совсем немного, потому что Египет тогда не воевал, и евреи не нуждались в воинском сословии. Понимаете? У них были жрецы, воинов было совсем немного, и получилось так, что левиты это воины, это те воины, которые перешли на сторону Арона. И Моисея. И что получилось дальше? А получилось то, что этих троих героев, им было предложено принять иудаизм, принять десять заповедей, и служить Моисею и Арону. Они отказались. Их пытались пугать, что мы вас сожгем на медленном огне, и ваших детей, и внуков, и жен, всех сожгем, только принимайте, вот если вы не с нами, значит так погибнете. И они отказались все равно. И две сотни человек брошено было в огонь, на медленный огонь, в ямы подземные, в земле вырытые ямы, где они на медленном огне сгорели. А теперь вот кто антисемит здесь сидит, как вам это? Какие мы антисемиты? Понимаете, кто первый был против иудаизма? Сами евреи. Они не хотели его принимать. Они как могли, так и боролись. Кроме этого, часть воинов не подчинилась. 40 мужей, 40 воинов отказалось, и семьями последовали, и они туда же. Кроме вот этих жрецов. Представляете, какая была могила устроена? Для чего? Чтобы перепугать, перепугать остальной народ такой страшной казнью. Вот что было сделано. Вы берите и читайте Ветхий Завет. Все это есть в Ветхом Завете. Что, вы не читали разве? Ну, почитайте. Там, правда, по-другому это все сказано, что они там против Моисея были, правильно, они были против Моисея, против Аарона, и против иудаизма, и против сатанизма были. Они были настоящими героями, великими людьми, все сгорели. Вот что получилось. А теперь сами мне объясните, почему 40 лет Моисея с Аароном держали этот народ в пустыне. Зачем? Два поколения. Два поколения, чтобы они не общались с другими народами, чтобы они не приняли вот эти вот общие единые законы мироздания, высшую философию космоса, чтобы от другого народа они не взяли себе, чтобы они повторяли без конца эти 10 пресловутых заповедей, где написано, что я твой бог и егова, ты мне подчиняешься, ты меня ублажаешь, ты мне молишься, если ты выберешь другого, вторая, первая, вторая заповедь, если ты выберешь кого-то другого кумира, то я ревностный бог, там же слово ревностный есть, я ревностный, я тебя накажу лютой смертью, и там третья заповедь, что почитай субботу, день субботний, но не воскресенье, как воскресенье, это же день творца, а теперь суббота, понимаете, и нарушение закона свободы воли, свободы выбора, то есть это уже сатанизм, если нарушается закон свободы воли, это уже сатанизм, понятно вам, да, то есть ты мне только подчиняйся, то есть это что, народ, обращенный в рабство, народ, который обратили, и 40 лет его этот народ муржили в пустыне, вот и все, все понятно, чтобы они не знали этих законов, первый, главный закон, закон любви, второй закон, там ведь главные 4 закона, закон любви, закон меры, закон сохранения энергии и закон времени, вот это основные законы, главные эти законы, которые все решают, все остальные уже не так важно, теперь вам понятно, что, но я вам еще одну вещь хочу сказать, что эти ребята, Дафн, Аверон, Корей, эти вот жрецы и те воины, которые сгорели, они оказались не так просты, как кажется, они погибли не просто так, они умерли не, как сказать, оставив после себя такое наследие, о котором иудеи сейчас жалеют, еще как жалеют, дело в чем, после завоевания, когда Вавилон завоевал иудею, часть иудеев была выселена на территорию Вавилонии, там Вавилония, они там Ветхий Завет написали свой, и там Каббала была написана тоже, уже вот Тора, Каббала там была написана, а Талмуд уже попозже был, в средние века написан, так вот, оказывается, эти жрецы оставили наследников, знания, знания они успели передать тем, кто не показал вида, знания хранилось сотни лет, знания общих единых законах мироздания, о чем я вам сейчас все вот это рассказываю, они хранили и передавали из уст в уста, от семьи к семье, и когда случилось вот это завоевание, когда Вавилон разгромил иудеи, переселил часть иудеев к себе, часть осталась, так вот та часть, которая осталась, они отказались от иудаизма, их возглавили новые жрецы, новая группа, которая бунт подняла против учения Моисея, против заповедей, и эти десять колен Израилевых слышали, что десять племен Израилевых исчезли вообще, вы слышали, что это такое, это считайте, ну представьте себе, из двенадцати колен, из двенадцати племен десять исчезли, вот какой удар был нанесен жречеством, информационный удар, ну что, мощнее информации, ничего здесь нет, а куда они делись, как вы думаете, вы сейчас легко все поймете, они взяли, подсказку вам дам, они взяли на вооружение ханаанскую структуру служения Творцу, они назвали, у них же уже ничего не было, поэтому они взяли из ханаана, а ханаанский главный бог кто? Эл, и все остальные боги из его группы, их там восемьдесят два, но теперь подсказку, вы теперь можете сказать, куда они делись, эти люди, десять племен израилью, а? Нет, они не мусульмане, они ушли в Грецию, потому Греция и названа была Эллада, это люди Элла, вот, а мы про это даже не знаем, нам другую историю подсунули, там Зевса, все такое, подсунули, других богов, Зевса появилась уже в пятом веке до нашей, в шестом, а сначала это был Эл, так вот почему греки такие темные, они похожи на семитов, это произошло смешение двух племен евреев и ариев на территории Греции, вот куда ушли, а представьте себе, если бы они не у этих десять племен остались, ну, вы можете себе представить, какая была бы мощь у тех, кто сейчас, они и сейчас управляют миром, но все-таки у них не хватает людей, не хватает очень много, очень много, чего не хватает, понимаете, но не получается, а тогда бы у них все получилось, еще бы как получилось, понимаете, вот так, поэтому, когда я в одной из книг писал, что если уж делать памятник победе на сатанизме, миром, то нужно, конечно же, вспомнить об этих сгоревших, в этих земляных печах, всех вспомнить надо, они сделали, они сделали, фактически благодаря им вот этот мир не перевернулся до конца, благодаря вот этим людям, ну, вот я вам рассказал, что, то, что знал Магомед, вернемся к Магомету, это Магомед отлично знал, этот опыт он знал, опыт, как евреи получили знания в шумере и смогли поднять свой духовный уровень на тот же уровень, что и шумеры, понимаете, и даже в Египте они были приняты, и он решил провести реформу в Аравии, такую же, такую же реформу провести, вот что он, он написал вот эти стихи, в которых заложены общие законы мироздания и был написан Коран, он правильно написал в Коране, что вот это, эту религию, вот это мировоззрение, даже не была создана религией, он не называл это религией, он называл это почитание и связь человека и творца, Аллах и человек, как бы единая система, так вот он написал, чтобы люди вот приняли вот это и все остальное, христианство, которое уже погрязло в грехах, он же там был в христианском мире, все это видел и в Иудее побывал, и он там знал, что такое иудаизм, что такое христианство, он все прекрасно понимал, чтобы вот это, это, где стоят во главе угла высшие законы нравственности, нравственности, то есть честь, благородство, любовь, понимаете, презрение к лжи, вот все это в Коране заложено, никакого, никакого насилия, да, там есть такое, что вот эти законы, вот эти законы Аллаха должны распространиться по всему миру, но это не значит, что по всему миру надо кровь проливать, об этом не писал Магомед, чтобы головы летели, чтобы горели города, чтобы творилось ужасное, такого он, он нигде вы там в Коране этого не найдете, он правильно написал, что вот, вот эта высокая духовность, нравственность, должна выйти из арабийского, царевийского полуострова и распространиться, чтобы люди стали людьми, он не придумал никакой новой идеологии, никакой новой религии, он просто обратился к высшей божественной нравственности, которую вложил в строки Корана, можете проверить меня, берите читать, у меня Коран дома лежит, я когда его прочитал, мне захотелось стать мусульманином, честное слово, потому что, ну, ну, ведический мир, то есть он сделал то же самое, что хотел Иисус сделать, вернуть людей к звездам, вернуть людей к вечности, вернуть людей к Богу, и Магомед это хотел, ну, как говорят, хотеть-то не вредно, вы сами понимаете, чем это все кончилось, вы знаете, они истолковались совершенно по-другому, устроили бой, не устроили драку, бросили свои войска, раз написано, чтобы это все шло, они бросили свои войска на христиан, на зарастрийцев в Иран, кровь полилась рекой, вот, и все это во имя Аллаха, ну, а что, во имя Христа кровь не лилась? так же лилась? Какая разница? Понимаете? То же самое. Вот что получилось. Так что, в настоящее время, в настоящее время, мы имеем исторический ислам, исторический ислам, это не коранический, это совершенно другой, он переродился, и сейчас, чтобы вернуть людей, вот, к Магомету, к учению Магомета, потребуется огромное усилие, ведь не только, не только нужно вернуть доброе имя Христа на земле, но и доброе имя Магомета. Ни один великий учитель, ни один, не давал новой морали, ни Будда не давал, ни Лао-Дзи не давал, ни Конфуции не давал, ни Магомет, ни Иисус, все давали, говорили об одном и том же, о высокой нравственности, о законах, высших законах, говорили человек, о человеке, что человек это, это Бог, и он должен вести себя, как Бог на земле, я уже сейчас забыл имя этого полководца, который вел войну в Египте, а потом вышел из Египта с войском, арабский полководец, просто вылетел из головы, где-то тут у меня написано, я думаю, я не буду это самое сейчас искать, здесь время уходит, вы мне поверите на слово, сейчас я вам расскажу интересный исторический момент, он разгромил византийскую армию на территории Сирии, и вытеснил туда, к Малой Азии византийцам, и в Сирии, в Дамаске, в Алеппо, и в других городах, он обратился к богатым христианам, византийцам, с просьбой, чтобы они дали ему займ для снабжения войск, я говорю, вам верну это все, только дайте мне, но эти-то были христиане, они поняли, что их просто грабят, если они не дадут, им голую потрубят, они так посчитали, они, ну как могли, так и считали, понимаете, и они все, что поросил, все дали, приперли ему золото, серебра, там всего, он все это взял, поблагодарил, отправил их, а потом проиграл битву, византийцы разгромили его армию, его армия стала отступать, и прежде чем уйти из Сирии, он собирает этих своих кредиторов, говорит, слушайте, ребята, вы мне дали деньги, но мне кормить-то уже некого, я уже все, проиграл, мне уходить, забирайте деньги свои обратно, вы знаете, чем это все было, чем это все кончилось, можете себе представить, сами думайте, чем это все кончилось, они забрали деньги, но когда он обратно вернулся из Египта, они были уже все мусульманами, и никто их насильно не заставлял ислам принимать, потому что это случилось то же самое, что французы к нам, когда пришли в 12-м году, захотели стать русскими, а они захотели стать арабами, потому что этот лживый, ужасный христианский мир, им уже был вот здесь, а этот человек поступил, а он поступил по законам нравственности, по законам, о которых писал кто? Магомед, о которых писал Магомед, вот и все, все просто, видите, как получилось, я немножко отступление сделал, а теперь давайте вернемся к нашей злободневной теме, тема грустная, тема не очень хорошая, но будем вопрос этот решать. как система работает сейчас с нами? Мы знаем несколько приоритетов, мы знаем, я уже о них говорил, один ресурс, очень серьезный, это финансовый ресурс, второй ресурс, очень серьезный, это интеллектуальный ресурс, третий, очень серьезный ресурс, это ресурс, ну ресурс, будем так говорить, политический ресурс, тоже очень серьезный ресурс, или его можно назвать административный ресурс, все равно, это ресурсы такие вот, на которых вроде все и держится, на самом деле над всеми этими ресурсами стоит главный ресурс, основной ресурс, это ресурс информационный, из него все исходит, из информационного ресурса все исходит, информационный ресурс практически управляет всеми остальными ресурсами, но мало кто это понимает, потому что нам это никто не говорит, так вот, обуздав информационный ресурс, люди системы очень хорошо раскрутили, во всех направлениях, вот мощь системы. То есть смотрите, вот сейчас я вам буду по порядку многие вещи рассказывать. Начнем с культуры. Вы, наверное, знаете, что вся культура, вся культура каждого народа строится на его духовности, на его внутреннем мире, на его мировосприятии. Вот как человек воспринимает мир, он так отражает его в своей культуре. Не важно как. Или изобразительное искусство, или музыка, или танцы. Это не имеет значения. Как? Вопрос, вот как он и видит, и как он преломляет его через свою душу, вот этот мир окружающий, так он и строит вот свою культуру именно в этом направлении. Так вот, одну вещь вы должны запомнить. Любая культура, любая культура, народная культура, даже африканских племен, диких племен, людоедов там, этих попуасов, она, конечно, невысокая, эта культура, все, но она имеет право на жизнь. Она вышла из душ этих народов. Вот как они видят, она не искусственная, она естественная. Народная культура, это великая культура. Но если мы не принимаем культуру африканских народов, но они же ее принимают, у нас другая чистота, мы в другой чистоте живем, поэтому мы не воспринимаем эту культуру ихнюю, барабанный бой, их пляски и все такое. Но для нас они смешными, кажется, но для них это серьезно. Но они, с другой стороны, не принимают музыку, а они не принимают, не признают музыку классическую. Негры вообще, они не слышат классической музыки. Вот для интереса собаки, вот можете поставить пластинку любую, она может быть любая, там и плясовая, там и какая угодно. Редкая собака, которая среагирует. По-моему, только каштанка под музыку выйти начинала, помните? Учеркнул там, каштанка, она выла. А все собаки не спят спокойно, они просто не слышат. И так же негры. То есть, понимаете, мы все разные, но мы все, мы часть Творца, мы все связаны с Творцом, мы все его, так сказать, дети, да, на земле. У каждого народа свой путь. Но дело в чем, что если бы развивалась культура народная, то системе бы нечего было делать. Народная культура, она развивается в плане приоритета духовного над материальным. Вся наша культура, вспомните наши песни русские, вспомните наши танцы русские, пляски наши, хороводы. Нигде не воспевается золотой телец, нигде не воспевается, везде воспевается доброта, добродетель, чистота, женская чистота, благородство мужчины. Помните, как мы говорили когда-то, добрые молодцы, красные девицы, честные купцы. Это же все из культуры шло, из нашей народной. Поэтому нужно было что? Народную культуру уничтожить. Система старалась как можно скорее ее разрушить. Многие сейчас здесь сидят, могут не согласиться. Поверьте мне на слово. Вся культура народная создается только в деревне. Только деревня может это дать, потому что деревенские люди, они живут, они живут рядом с Богом, они живут рядом с Творцом, они с Ним общаются каждый день, они выходят, видят солнце, видят звезды, они леса кругом, грибы, ягоды, рыба, скот ходят, они общаются с животными, встречаются с оленями, с медведями. Они с ними говорят, они выходят, сами того не понимая, не подозревая, выходят на уровень общения с Творцом и со всеми созданиями, которые Творцом созданы. Отсюда рождается отражение в культуре вот всего этого увиденного. Когда Чайковского сказали, о, великий Петр Ильич, ты натворил такие вещи, да ничего я не сделал. Я ничего не написал. Я взял это все, вот эти вот все свои вещи, я взял у народа и переложил на классику. Все из народа взято. Возьмите великого композитора, военного, послевоенного, Исаака Осиповича Дунаевского, вообще еврея. Ну какой был русский мужик, какие у него песни. Вы послушайте Дунаевского. А углубитесь в его канон, углубитесь в его глубину. Это же все русское народное. Он, будучи евреем, смог постичь душу русского народа и из-за изнародного творчества выдал на гора такие песни, такие танцы. Вот сейчас посмотрите, Дунаевского вы не услышите. А ведь это обалденные песни, обалденные вещи. Какие танцы. Помните Кубанские казаки? Фильм. Там, помните, да, краковяк там, полька кубанская, помните там, вальс там, это же все Дунаевский. Ну фильм, что, не помните Кубанские казаки? Какая музыка? Вы понимаете, что культура нашего народа настолько могучая, настолько сильная, народная, что даже иудеи, она, ой, иудеев ломает, она ломает людей из другого информационного поля. Недавно, недавно пел, вот буквально был праздник России, пел русские, русские народные песни, Розенбаум ему аккомпанировал хор имени Пятницкого. А я после этих песен зауважал Розенбаума. Розенбаум пел о Руси, Розенбаум пел о русской, о высоте русского духа. А он пел, пел евреи, пел о Руси. Вы понимаете? Мощь, мощь нашей культуры. А теперь поймите, как эту культуру гнобят, как ее уничтожают, как пытаются ее растоптать, как пытаются избавить нас от этой культуры. Я ведь дошла до того, что деревни наши, деревни уничтожаются на корню. Деревни спиваются, уничтожаются, в деревне все разрушают, не дают людям в деревне ничего созидать. А деревни уже нет. Ведь это же система работ. Это информационное, мощное воздействие, экономически информационное. Здесь два приоритета, информационные и экономические. Здесь рубль работает, и работает информация. Вы, наверное, помните, кто постарше, когда у нас была Олимпиада. Помните Олимпиаду? Помните, когда все республики на горах дали свои народные, ту часть своей культуры, которую было можно за какой-то короткий срок показать. Вы помните, какая была красота? Белорусские танцы, песни, украинские, ну это почти одно и то же, наши, потом Кавказ пошел, потом Средняя Азия пошла, Башкиры пошли, якуты, кого там только не было, обалденный был концерт. Выше этого концерта ничего нет, столько добра, столько любви, столько, такой поток, поток позитива был выброшен. А сейчас, где мы это все видим? Нам чем заменили вот все вот это, так называемая массовая культура? И она финансируется из карманов трансанационной корпорации. Они стоят за этим, они создают искусственную, подбирают людей самых бездарных, самых, самых последних, самых низкодуховных. Они им платят огромные деньги, они пишут всякую ерунду. Такие песни, которые вообще петь нельзя, такие танцы, которые вообще нельзя танцевать, это современный балет, это ужас, это рвотные вещи, понимаете? Я несколько раз посмотрел, чуть в оборот и упал, честно. Что это? Где наши народные танцы? Где? Вы поймите, что любой народ создал хореографию потрясающую. Любой народ говорит, они там одну лесгинку, а вы знаете, там на Кавкаре сколько там всяких разных, кроме лесгинки. Какие там пантомимы? Если это все запустить в дело, это была бы такая мощь, но никто же этим не занимается. Вообще народная культура забыта. Ведь поэтапно, смотрите, сначала была народная культура, потом она стала какой? Городской культурой, да? Вроде в городе. То есть города были созданы для уничтожения высокой культуры, для замены, для замены низкопробным, всем низкопробным, тем, чем нельзя вообще. Ну, вы сейчас вот, я не знаю, вот раньше, я помню, в советское время была высокая эстрада, почти классика была. Очень много было классических песен, очень много было народных. Когда был, помню, «Голубой огонек» только Новый год, собирались мы, телевизор был черно-белый, мы смотрели все эти вот вещи, мы были в таком восторге, столько интересного, пели обалденные голоса, потрясающие. Ну, помните Магомаева, помните Хиля, помните там Муллирманова, ну, были голоса, абонзинские, там масса была прекрасных певцов. А сейчас у нас Новый год, ну, и кого там это кривляне, это обезьянник слушает, Пугачёва до сих пор поёт, да, да, как она поёт. Ну, надо же, да. Вы понимаете, что Магомаев только почувствовал, что голос у него начал садиться, он тут же ушёл, чтобы не позориться. Эти ради денег поют, уже петь не может, уже шепчет в микрофон, но он будет там, пока не побрёт, понимаете, он будет там петь. И позволяется, и дают ход, и никто их не останавливает. Я уж не говорю про балет, который был вот зимой показан, Нуриев, вы, наверное, ну, кто видел, посмотрите, для интереса Нуриева, и министр культуры разрешил этот балет показать. Это пропаганда гомиков, пропаганда, я не знаю, кого, там совершенно голые мужики прыгают, абсолютно голые, понимаете, ничего там, никакого прикрытия. А задник там стоит, по-моему, там сейчас скажу, если не ошибиться, 60 тысяч, по-моему, долларов стоит эта фотография. Там Нуриев стоит голый совершенно. А в чём мать родила? Посреди этого задника это большое тело. Вы можете себе представить? Ну, посмотрите в интернет, зайдите, посмотрите балет Нуриев. Кто-нибудь возмутился? Кто-нибудь сказал, вы что творите с нашей молодёй, что вы делаете? А кинематограф какой стал? Про кинематограф можно что-нибудь сказать нормально? Ну, до сих пор борьба, борьба идёт страшенная, бывают фильмы потрясающие, очень хорошие фильмы, но везде, где только могут, там впихивают сексуальные сцены. Самые такие звериные, низкопробные, омерзительные, где, где два животных встречаются, и ничего там, там кроме животных, звериных инстинктов, ничего нет. То есть, а для чего это делается? Чтобы раскачать в человеке, в современном, раскачать животный скотский центр. Ведь два центра в нас работают. У нас работает животный центр и второй духовный центр. Один центр от Творца, это душа, да? Вот. А второй центр, это бессмертный. А второй центр смертный, это центр животный, звериный центр. Он нас тянет к материальному, к сексуальному, он фактически управляет нами всю жизнь. Вот, я вам сейчас расскажу анекдот притчи, которая отражает вот наше время, вот, которым мы живем. Вот анекдот, который я прочитал, я вам сейчас его расскажу. Хотя, может быть, он будет не совсем, ну, постараюсь мягко, я вам скажу, мягко, но чтобы вы поняли, что происходит, что, что происходит со всеми нами. Значит, один приходит к приятелю, этот приятель сидит за столом, угрыбый такой, убитый, перед ним бутылка стоит. Он говорит, что, бухаем, да, хорошо у тебя тут, вижу, харч у тебя. Он говорит, да, бухать-то я, бухаю. Но вот тут я на эту бутылку смотрю косо, тут джин в этой бутылке сидит. А что, этому джину надо? Что он? Да он говорит, понимаешь, вот так ничего, выполняет все просьбы. Он говорит, на сексе помешан. Он говорит, что на сексе? Да, попробуй сам. Он взял бутылку, потёр, джин выскакивает из бутылки. Чего изводить? Он говорит, слушай, ну что-нибудь душе мужской, чтобы интересно было, давай, организуй. Будет исполнено. Бабах, он видит себя в баре, стол завален харчами всякими разными, там, окарака, там, индейки жареные, там, поэлла стоят, там, тысяча бутылок. Мужики страшные, такие, угрюмые, ужасные, и имеют жирных, толстых, потных блондинок. Тут играет оркестр, мумитрол, и там вопли раздаются, прыгают голые девки на этом самом, на сцене. Он говорит, ты куда меня затащил? Ты что мне это показываешь? Ужас-то какой? Зачем мне это? Ты что, духовнее, духовнее. Он будет исполнен, а сейчас будет духовное, сейчас будет. Попадает в другую команду, все во фраках, играет лунная соната, вот, там, устрицы на столе, там, все что угодно, там, стало ей ломиться, тоже там шампанское, там, коньяки, и эти, которые во фраках, которые, значит, в бабочках, то же самое, имеют угрюмо, таким видом, толстых, жирных, потных блондинок. Он говорит, слушай, ты куда меня, я не хочу этого, ты зачем меня все затащил? Давай мне что-нибудь другое, ну, благородное не можешь, давай высокодуховное. Ну, ладно, духовное, высокодуховное, оказывается, он в церкви, опять стоят столы, столы, здоровенные мужики, полки с такими бородами, и имеют этих же самых блондинок, подградорских львов, они со знанием дела, он в ужасе, боже мой, верни меня обратно, верни, верни, сейчас верну, будет сделано, раз возвращается, и он видит кошмар, этот его друг, из последних сил, еле-еле, имеет толстую, страшную, вы понимаете, вот, что произошло, этот анекдот, он отражает нашу судьбу, куда бы мы ни посмотрели, пойло, жор, секс, все, вот, это материальный план, который затащил нас, нас туда, мы забыли кто бы, мы забыли наши корни, мы забыли, зачем мы пришли, что мы должны, мы получаем, что, от этих вот удовлетворений, этих инстинктов удовольствия, не понимаем, что мы, куда мы свалились, в какой мир, вы понимаете, в чем дело, есть одна в Индии, серьезная притча, чтобы вы поняли, о чем мы речем, ведь дело в том, что мы ушли от понятия истины, мы не знаем, зачем мы живем, мы не знаем, что такое истина, и нужна ли она нам, мы об этом вообще не знаем, мы не задумываемся на эту тему, так вот, эта притча отражает поиск истины, что такое истина, один ученик талантливый, учился у одного очень серьезного учительства, и в конце концов, учитель ему сказал, слушай, знаешь, ты много постиг, ты управляешь своими эмоциями, ты контролируешь свой ум, ты многие вещи постиг, ты знаешь основы знаний, необходимых знаний для жизни, иди в мир и слушай, слушай свою душу, душа тебе подскажет, как тебе жить, душа подскажет путь к истине, он вышел и пошел, ходил, ходил, приходит в столицу империи, а тут император объявляет конкурс мудрецов, конкурс, и кто победит, он, этот мудрец, получит 100 коров, у каждой коровы на рогах золото, золота украшивания золота, ну вот, жрецы, эти самые собрались, там были и жрецы, там были и жрецы, там были мудрые, просто мудрецы, философы, вот сидят, они и рассуждают, а народ слушали, дали слово одному, он говорит, знаете, я думаю, что, а вопрос был какой, суть жизни, суть, зачем человек живет, суть жизни, зачем, вот, ну вот я думаю, что это все-таки желание, вот человек должен жить, по жизни идти и выполнять все свои желания, какие желания встают перед ним, он должен преодолевать все, и все свои желания выполнить, я так думаю, вот тогда он постигает суть, суть своей жизни, зачем он живет, вот, другой человек, другому дали слово, он говорит, я все понимаю, желание это хорошо, конечно, но я считаю, что желать этого мало, надо действовать, то есть должен быть труд, работа какая, и вот человек должен работать, одно дело делать, второе дело делать, третье, четвертое, пятое, шестое, и в конце концов он строит целый, целый свой мир, своим трудом, и тогда, вот ради вот этого он и должен жить, третий говорит, я думаю, не так, я думаю, хорошо эта работа, хорошо желание, все, да, это здорово, но думаю, что все-таки мысли главные, вот, когда человек правильный на мысли, мысли исходят из сердца, у него правильные мысли, он этими мыслями строит свой мир, там и работа, там и желание, но мысль управляет всем этим процессом, вот, ну, самый мудрый, ждал, ждал, когда все успокоятся, говорит, я вам скажу, я думаю, что суть жизни вот в чем, человек допускает много ошибок, человек идет по жизни, многое что-то он делает не то, и вот он должен брать из этих вот своих ошибок, самое главное, самое нужное, и переносить в будущее, и тогда у человека строится нормальная жизнь, он учится сам у себя, и он достигает, и постигает истину, суть жизни, вот через, вот, преодоление вот этих своих недостатков, и вот тут парня занесу, он говорит, а можно я скажу, ну, 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 если ты можешь, он говорит, знаете, сначала надо проснуться, вот всем надо проснуться, а когда вы проснулись, нужно чувствовать свою душу, душа подскажет все, через нее нужно смотреть, нужно из души брать все, а не брать с внешней стороны что-то тащить, даже работа, там, там, какие-то события, какие-то, какие-то дела, там, какие-то ошибки, просто нужно слышать себя, и душа, она даст правильный ответ, и вот когда он сказал это все, народ принят именно его, что все исходит из души человека, то есть он такой приоритет взял, духовный приоритет, и оттуда все идет, сначала надо проснуться, главное, а потом оттуда, то есть он правильно сказал, и что получилось, ему этих коров отдали, ему отдали это все, признали ему победителем, а этот самый будущий подошел, ты ему говорит, давай будешь моим учеником, я тебя научу всему, ты правильно здесь сказал, ты победил меня, но я тебя всем наукам научу, и он молитвест учился, сплавил ему этих коров, отдал все свое золото, все отдал, возвращается к своему учителю, я вот теперь постиг все науки, я все постиг, я все знаю, я учился столько-то, ну и рассказывает, как он победил на этом конкурсе, а тот ему говорит, ты постиг что, ты постиг внешнюю сторону, да, ты постиг все науки, ты постиг внешнюю сторону, ты постиг сторону ума, ты наполнил сторону, вот ту, которую контролирует твой ум, ты фактически ушел от того, что ты сам им сказал, ты понимаешь, что ты сделал, ты оказался в пустоте, ведь ты же не ответил на самый главный вопрос, за которым ты пошел, из чего соткан мир, ты это знаешь, но для чего он создан, и какую роль он выполняет, для чего все вот это, ответ это нет, ответ может дать только душа, потому что все исходит из одной точки, здесь все многообразие исходит из одной маленькой точки, которая все знает, там сосредоточие истины, ты эту точку, так и не увидишь, а он говорит, а что же теперь мне делать, иди в народ, снова иди в народ, научи, научи, из чего соткан этот мир, и сам учись, слушай свою душу, потому что душа, это часть творца, вот все там, все в душе, ты же об этом сам говорил, так вот, приоритет вот этого, приоритет внутреннего, приоритет души, над всем остальным, я вам рассказал вот анекдот этот, жуткий, вот эту притчу, кое-что здесь вам понятно, теперь самый главный вопрос, а что же делать, как убрать личностное, вот это толстое, жирное личностное, которое сверху лежит на нас, легло, уже каждый из нас личностно, каждый из нас что-то рану, попробуй тронь кого-нибудь, а теперь будем разбирать по-настоящему, значит, вот в чем дело, еще раз повторяю, самое страшное наше наказание, самый мощный удар системы по нам, это воспитание в каждом из нас мощного, всеразрушающего эго, это эгоизм, разрушить нас может эгоизм, эгоизм это та сила, которая что, разделяет нас всех, эгоизм всех разделяет, так мы рассуждаем, ах, проживу и без вас, а мне и так хорошо, да пошли все, разве не так? Ну, ну-ка посылает, и не понимают люди, что мы все единая семья, мы все едины, души у нас у всех одни и те же, от Творца, и мы связаны с Творцом, но для людей это не понятно, наше сознание нас просто разрушает, наше сознание, что получается? Эгоизм рождает что? Ум изворотливый, хитрый, подливый, этот ум, в свою очередь, наслаивает на нашу душу толстый слой личностный, а личность любая, такая вот личность простая, она стремится к получению материальных благ, получению удовольствия, получению всего материального, ее не волнует связь с Творцом, зачем ей это? Ее волнует только одно, это получение как можно больше материального, материальных благ и устройства в этой короткой жизни, ее не волнует вечность, вечность, личность не волнует, почему личности, вот люди личностные, почему так боятся смерти? Знаете, как они боятся? Вот, когда смотришь на какие-нибудь фильмы, там на самом деле показывают правильные вещи, там кого-нибудь, я тебя застрелю, ой, не надо, я всех предам, я все отдам, только не стреляй, ой, не надо. Кто в нем кричит? Личность кричит. Редко кто скажет, ну и убивай, если тебе это нравится. Вот как эти 300 воинов, византийцев, знали же, что все погибли, все знали, они знали, куда они идут, да? Плевать им было на это. Они выше смерти стояли, они все обрели вечность, но этого никто не понимает. Так вот, почему? Потому что вот это вот мертвое, мертвое, еще раз повторяю, чтобы запомнить, мертвое личностное, которое остается после смерти физического тела, оно попадает в тиски, в тиски, вот эти вот страшные тиски, где оно живое, живет, но, но не может пользоваться телом, не может пользоваться трехмерным пространством, оно просто живет. Вы когда-нибудь слышали, что медиумы некоторые могут погружаться, вот, погружаться в мир мертвых, и оттуда вы дергаете кого-то, и с ними общаться? Вы должны одну вечность понять. Никогда медиум, какой бы он ни был, он не сможет, если человек ушел, в мир энергии, или в мир творца, он никогда его не вытянет. Он только в том случае может вытянуть, и с ним пообщаться, если он уже родился. Если он живет в другом теле, тогда он на земле, тогда с ним можно, вот с этой вот, с мертвой личностью можно общаться. Пока она не родилась, общаться, общение бесполезно. Поним? Поэтому вы должны это знать. Если хотите пообщаться с кем-то из мертвых ваших, попадает вам хороший медиум, который может войти вот в это поле. Если он не может туда просто застучаться, значит еще не родился человек. Когда он родился, и только в том случае, когда личностная, вторая личность уже будет созревшая. То есть той личности, тот вот этот вот информационный слой, который является современной личностью, уже сформирован, тогда, тогда будет медиум слышать мертвую личность. Понимаете? Проще докопаться, проще докопаться. Там до Ивана Грозного, там можно докопаться, там до Бориса Годунова, там я не знаю, там до Рюрика, до кого угодно. То есть очень далеко, потому что эти люди не раз, они уже инкарнировали, приходили, не раз, и даже могут в нашем времени кто-то из них жить, только в другом теле. Поэтому до них достучаться просто. То есть медиум что делает? Он перебрасывает свою энергию, наполняет энергией, это вот мертвая личность, эта мертвая личность начинает вибрировать, информационный поток, через живую личность, которая у него на нем, которая современная, вот через, проходит через это, и медиум может списывать, либо в становлении, либо на прямой список информацию с мертвой личностью. Вот так. А если она там, это уже бесполезно. Но я вам только на всякий случай, чтобы вы знали, как это происходит. Если вам захочется когда-нибудь пообщаться с мертвецом, то есть вот так. Так же, как и спиритизм. Ну, со спиритизмом это несколько другая там история. Вот что получается. То есть здесь такая интересная вещь. Как заставить, как заставить свою личность, то есть вот себя заставить, прийти к Творцу? Ваша задача. Вот мы подошли сейчас к самой главной задаче. Как это заставить? Как превратить себя в Бога? Вот это очень важно. Это очень серьезно. Потому что этот процесс, во-первых, он долгий. Он требует огромной психической нагрузки, огромной энергии. Вот. И очень серьезный процесс. Если уж говорить про систему, вы знаете, все ее выкрутасы, все, что она может, все, что она творит, это можно рассказывать до утра. Вся инфа, все, все, вся реклама, все фильмы, все эти, вся эта порнуха, вся эта эротика, все эти военные ужасные фильмы, все эти сатанистские, всякие разные фильмы ужасов. Это воспитание детей в яслях, воспитание детей в садах, воспитание детей в школах, воспитание детей в институтах и в военных заведениях. Это везде, везде, везде. Это одна и та же картина. Это ломка, 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 ломка. Это разрушение. Это ориентация человека, человеческого сознания. Вот этот центр, животный, звериный центр, он возбужден до предела, он возбуждается и все время он вибрирует, он подавляет все время попытки личности выйти на уровень творца. Идет постоянное давление. Все время система давит на животный центр. Она работает с животным центром. Она постоянно давит на животный центр. А животный центр, в свою очередь, он выдвигает различные формы обожания материи. Это жадность, это зависть, это ревность, это жестокость и и т.д. и т.п. их не перечесть. Сколько там всего такого, чего человек просто не должен, вообще человек не должен ничего вот этого в себе нести. Этого не должно быть. Когда у меня была как-то встреча, ну это давно было, одну книгу написал, я описал полигамные отношения между мужчиной и женщиной, где семьи вот такие создаются. Когда помню, такие скандалы были, там такие были на меня накаты, как ты можешь, как ты можешь такое говорить. И вот на них я смотрю и думаю на этих женщин, за что женщины размущаюсь, на них смотрю и думаю, ну надо же, такие простые вещи. А вы же все вот, вы же все самки за себя. Вы просто самки. Вы даже, вы не женщины, вы просто самки. И как вас только мужики терпят, ведь вас всех надо на свалку, вы же никуда не гонитесь, вы не матери, вы просто зверьки настоящие. Одна кричит, я не поделюсь со своим мужем. Я, он что, кусок мяса, что ли? Он, ты, ну как, тут вообще, когда между людьми возникает чувство любви, оно же всеобъемлющее, оно все охватывает. В настоящих этих полигамных семьях, там же люди любят труду, там женщины любят женщин, мужчины любят этих женщин тоже. Там они, там не сексуальные отношения царствуют, там царствуют отношения сердечные, духовные отношения. Вот что самое главное. Сексуальные отношения, они гаснут постепенно, уходят, они становятся совершенно, даже бывают и ненужными, детей нарожали, и слава богу. Но отношения остаются. Вот именно такие отношения, духовные отношения, великая любовь, сила любви, понимаете? Люди не знают, женщина не знает, что такое любить, мужчина тоже не знает. Беда в этом. Вот в этом трагедия. Хотите, я вам сейчас небольшую эскимосскую сказку расскажу? Может, я давно ее помню рассказывал, но кажется, я не вам ее рассказывал. Про великую любовь. Что такое любовь? Будете слушать? Чтобы вы поняли, что это такое. Что противоречит системе? Система изо всей сил борется, чтобы люди не любили друг друга, а пользовали, употребляли друг друга. А там, где возникает чувство любви, это для системы как сирком по одному месту. Понимаете? Она не может это перенести. Сатанизм не терпит любви. Он обожает ненависть. Для него ненависть это нормальное явление, рабочая обстановка. А там, где любовь, там все. Он ничего не может. Здесь кризис возникает. Вот слушайте эту сказку. Значит, эскимоссская сказка, это очень старинная, древняя сказка. На берегу моря, это там, на Аляске, вышла девушка. На берег моря было лето, вернее весна, была погода красивая. Синее небо, льды были блестящие, красивые, плавали белые. Море было зеленым. Тепло, хорошо, и вышла красавица эскимосская, девушка вышла на берег любоваться этой красотой. И ее увидел Кит. Кит плыл рядом, увидел эту девушку и полюбил эту девушку. Он ее так полюбил, что не мог ее забыть. Он не знал, что делать. Он ее ждал. Она выходит на берег, а он наблюдает, чтобы посмотреть на нее, полюбоваться на нее. Ему ничего не нужно было, просто ее видеть. И в конце концов он обращается к богине моря, Нурия Кьюг, такая богиня у эскимосов есть, которая может любые требования выполнить, любые. И он ныряет на огромную глубину, ему очень тяжело, ему давит воды. На такие глубины ни один Кит не опускался, но он смог дойти до дворца этой богини, упал перед ней на дно, задыхаясь. Говорит, дай мне возможность побыть человеком, я хочу побыть с этой девушкой, дай мне облик человека. Она говорит, я могу тебе дать, но только на один год, а дальше ты будешь Китом. Я согласен, сказал Кит. И он еле-еле вышел из моря и кое-как вырвался на свободу и хлебнул свежий воздух. Он чуть не умер, пока он был у богини Вой. И вот девушка опять вышла на берег и видит, перед ней стоит парень, красивый, здоровый, сильный, добрый, улыбается ей, протягивает ей руки. Она эти руки берет, она его любит. Она его сразу влюбилась и видит его глаза. И он ей рассказывает, что он через год уйдет навсегда. Он будет Китом, что он не человек, он Кит. Он сразу это говорит, а она это принимает. Она не сказала, иди, там, своей дорогой, я себе мужика найду на всю жизнь, зачем ты мне на один год. Она была не ищущей. Ведь сейчас современная женщина, это же ищущие женщины. Они все ищут от хищники, от мужика какого-нибудь, до хорошего, да кто был меня кормить всю жизнь, а я его доеду. Она об этом не думала. Она была счастлива тем, что он пришел к ней, этот Кит в образе человека. И вот этот год счастливый пролетел. Незаметно, наступило время весны, ему надо уходить. Он понимает, что он скоро в Китом станет. Он на последний раз обнимает эту девушку, прощается с ней и уходит в море. Он ушел в море, но никуда не поплыл. Он в этой лагуне остался. В этой лагуне он жил все лето. И он каждое утро приплывал на берег, а на берегу встала эта девушка. И смотрела ему в глаза. И вот так наступила осень. Наступила осень. Посыпал снег. Ударили морозы. Все киты двинулись на ют. Потому что тяжелый, близко, уют, все. И подо льдом Кит не сможет найти воздуха себе. И вот эта девушка стала умолять кита, чтобы он ушел из лагуны. Чтобы он остался жив. Чтобы он дошел до своих китов, до старых ручей на юг и остался. И вернулся потом весной. Она сказала, что она будет его ждать. Она его умоляла на коленях, но он не пошел. Он остался в этой лагуне. И вот когда мороз сковал по лагуну, то Кит с разгона головой ломал лед, чтобы схватить воздух. И чтобы увидеть девушку, которая продолжала приходить зимой на берег вот этой лагуны. Она в любые морозы, в сияние северное, в полярную ночь она приходила на берег. Он видел ее образ. С него, с головы текла кровь. С лагуна покрылась его кровью. Потому что борьба со льдом была невероятной. Ни один кит бы такой не смог выдержать, но он выдержал. Он дожил до весны. Он дожил до весны. Пришла весна, наступило время тепла. И вот снова он был рядом с этой девушкой, снова ее любовался. И вот снова прошло короткое лето, наступила зима. И опять повторилось то, что было. И вот шли годы, многие годы. Уже на берег шла девушка-старушка. Сгопленная, страшная старушка. Акид ждал ее каждый раз, глядя из моря на эту сказку. Вот такая сказка. Вот это и есть суть любви настоящей. Это не пользование друг другу. Это вот это. Так вот, люди уехали, чтобы не видеть эту виду. Не видеть страдания человека и страдания Китая. Они бросили эти берега и уехали. А потом кому-то пришло в голову убить Китая. Освободить их от этой великой любви. Потому что прошло столько лет, но старушка не умирала. Сила любви вела ее Китой. И Китой не умирала. И вот в Кита полетели гарпуны, подошли каяки. Эскимосы подняли Кита на берег. Старушка обняла его своими руками. И оба они умерли. Вот такова эта сказка. Чтоб вы знали, что такое любовь. Вот это любовь. А не то, что нам предлагает система. Нам говорят, займемся любовью. Это разве любовь? Сексуальные отношения, это обмен энергии всего на все. Да, это происходит именно потому, что мы любим друг друга. То есть женщина отдает свою энергию мужчине, потому что она его любит. И она понимает, что у него какая-то нехватка, у него проблема с энергией. Он много слишком отдал. Или там в работе, или там в творческом труде. Где-то еще. Ему необходимо восстановить его потенциал. Она может быть... Вот ее оргазм – это выброс энергии. Потому что женщина – это потенциал мощный, космический. Она получает огромную энергию из космоса. Мужчина получает намного меньше. Мужчина дает энергии женщине, чтобы стабилизировать ее маятник. Вот этот маятник эмоциональный, который раскачивается в женщине. Мужская энергия стабилизирует. И женщине полезная энергия. Но не обязательно сексуальная. Не обязательно близость. Можно взять седу друга за руки. Можно просто нацеловать друг друга. Можно просто поносить женщину на руках. И тут много разных... Даже женщина кормит мужчину, отдаёт свою энергию через стон. Когда она что-то изготовлена, с этими руками-то тоже имеет. Мы же про эти тонкости вообще не знали. И знать не хотим. Вот беда в чём. То есть нас перевели на уровень зверей, на уровень животных. И пора бы нам вернуться на уровень человека. Так вот. Как сделать так? Как сделать так? Чтобы наше личностное, личностное наше, смогло слиться с нашей душой. Как это сделать? Это очень серьёзный вопрос. Сложный вопрос. Трудный вопрос. Но это необходимо. Во-первых, идёт после этого перестройка генетики. Наступает перестройка генетического аппарата. Даже это слияние... Я уже сказал вам, что когда частоты выравниваются, получается резонанс. Слезь с творцом. Но дело в чём. Что этот резонанс, он получается где-то лет через 10-15 после начала работы. После перестройки сознания. После перестройки генетики. То есть это большая, огромная работа. Смотрите. Отказ от лжи. Поиск истины. Истина – это главное, что она в творце. Зачем мы живём? Какой смысл в жизни? Смысл служения творцу. Служения всему, что он создал. Мы часть его самого. Мы должны выполнять функции творца. Мы все боги. Мы не должны ради прямой кишки жить, ребята. Вы понимаете? Прямая кишка – это плохой советник. Это смерть. Это всё равно уход. Это переход опять в новое личностное мёртвое. И опять ад. Вот все эти ады – это то, что мы знаем, там, мусульмане, рай, ад. И у нас тоже это всё сказки. На самом деле ад есть. Он есть вот в этом. То, что я вам рассказываю. Вот сейчас только. Где мёртвое личностное томится в цепях под управлением новой личности, которая повторяет те же ошибки, совершённые до неё. Мы повторяем одно и то же, на те же грабли наступаем всю свою жизнь. Поэтому что мы должны сделать? Первое – это понять время нашей жизни. Если мы живём в прошлом, если мы живём в будущем, хорошего не жди. То есть надо научиться жить в настоящем. Первый шаг – научиться жить в настоящем. Что такое настоящее? Это конструкция, созданная нашим умом из прошлого и будущего в данной точке времени. Когда мы осознаём себя в настоящем, мы должны всё прошлое, всё негативное, всё ненужное, всё оставить. Забыть про это. Надо родиться заново. И живя в настоящем, мы что делаем? Мы в настоящем строим своё будущее. Когда ты в настоящем живёшь по добродетели, ты творишь добро не потому, что хочешь потом получить что-то, а настраиваешь свою душу, сам себя настраиваешь, своё сознание, что ты обязан это делать, жить по законам нравственности. И уже совесть, голос совести, голос Творца в тебе не звучит. Обычно это же хорошо, когда вроде бы совесть, да? Но ведь, смотрите, она только тогда звучит, когда ты что-то натворил. А когда ты нормально живёшь, зачем тебя поправлять? Творец-то он добряк, зачем тебя тобою управлять? Он не будет тобою управлять. Если ты не слышишь голос совести, делаешь всё правильно, нормально, значит, ты нормально здесь живёшь, ты правильно всё делаешь. Никакие материальные блага для вас, какие бы они ни были, они для вас не существуют. Один из самых главных законов – лучшее отдай. Отдай лучшее, не думай об этом, и забудь, и радуйся, что ты отдал. Отдаёшь – радуйся. Даришь – радуйся. Я вам ещё раз одну вещь хочу сказать. Помните закон сохранения энергии. Я вам его рассказываю. Первая формулировка закона. Иисус об этом говорил. Он как говорил. Чем ты меряешь, тем будет тебе отмерено. Это одна сторона медали. А вторая сторона медали – дающего рука искудея. И вот люди вторую сторону медали, да и первую, они не понимают. Они просто не понимают, они не хотят понять. Вот когда общаешься с людьми и говоришь, слушай, ну чё ты жмотишься? Ну ты отдай, тебе же это не нужно, совершенно валяется. Ну отдай, подари кому-нибудь. Зачем? Ты же вещи, тебя поработили. Вот с одним я разговаривал. Ты сидишь на охране вещей. Чем больше у тебя вещей, тем больше ты охраняешь их, ты за них заботишься и энергией отдаёшь. Ты что, с ума сошёл? Да отдай ты это всё. Это же деньги стоит. Ну продай тогда. Да не могу. Никто не покупает. Вот так и будет. Так вот, а потом, я отдавал, 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 а мне ничего не возвращается. Это всё сказки, дающие рука низкую день. Это всё сказки. Я на него гляжу и думаю, ну и дурак же, батенька, ну какой же ты дурак? Но ведь творец-то тебе возвращает по самому дорогому. Он тебе не деньги вернёт. И не вещи тебе вернёт, творец. Он благодать тебе даст. Он здоровье тебе. Ты ведь, Змей Горыныч, живёшь, да почему? Тебе ничем не болеешь. Да потому что ты многое отдал, и тебе вернулось и по здоровью, по самому дорогому. Ты что, не понимаешь? Ну человек понимает только вот эти вот вещи. Вот мне бы деньгами вернулось, я бы это понял. А он думает, что он просто так здоров, да? Он от Бога такой, да? Понимаете? Вот как людям эти вещи объяснить? Вот, это очень важное, вот то, что я сейчас говорю, это очень важно. Жить в настоящем. Когда ты в настоящем начинаешь жить, и ты строишь, всё отбросил ненужное, и ты строишь будущее вот через настоящее, то нарушается причина следственная. Она, это связь есть. Но ты что делаешь? Ты делаешь только добродетель. И эта добродетель, она в будущее идёт как добродетель. То есть ты не получаешь тумаков от жизни. Всё складывается так, как ты хочешь. Но люди ведь не понимают этих вещей. Очень многие полностью погружены в мир стереотипов прошлого. Вот он стереотипы прошлого управляет и женщинами, и мужчинами. А бывает, что семьи разваливаются. Она вот вышла замуж, а она была замужем. У неё там куча стереотипов с тем мужем. И она всё это из прошлого прёт в новую жизнь. И что с ней делать с этим? Ты почему так поступила? А потому что я там жила, вот он так поступил. Вот я от тебя ждала такого же поступка. Ну я же другой, я же не тот, я же не Васька, я же там Жора, я кто там. Ты что, не понимаешь, что так я не поступлю? Я так не сделаю? Я другой, у меня есть другого теста, другая вибрация, другая чистота. Всё другое. А я не могу иначе. То есть это стереотип управляет человеком. Поэтому, вот смотрите, нужно научиться, научиться. Всё, вот, всё негатив, вот весь этот негатив выбросить. Это очень сложный процесс. Это очень сложный процесс. Серьёзный процесс. Второе, очень важное, это эго. Эго обязательно в настоящем, чтобы вы живёте в настоящем, да? Но ваше эго должно быть на таких цепях, на таком, я не знаю, на чём, на тросе, да? Чтобы нигде оно не дёрнулось. Потому что из эгоизма вытекают все проблемы человека. Все проблемы из эгоизма. Все, какие есть проблемы, всё из эго идёт. Вот в чём дело. Из гордыни. Ну, гордыня – это то же самое эго, только гипертрофированное, более мощное, махровое такое, матёрое. Понимаете? Вот. И ужасно то, что вот очень часто мужчины грешат вот этой вот гордыней. Очень часто мужчина так, а я крутой, да мне всё, да я вот такой, да я плевал. Учитесь любить по-настоящему. Когда человек любит по-настоящему, эго растворяется, эго разлетается. Любовь – самая мощная эмоция. Она эгоизм в порошок стирает. И слушайте в этот момент голос совести. Дело в том, что совесть, она для того и создана, вот этот вот канал, к вам, поток информации Творца, чтобы гасить ваше эго. Вот бывает, натворит что-нибудь женщина, там семья разваливается, и вот тут начинается у неё угрызение совести. Она понимает, что она натворила. Она сделала чёрт знает что. Зачем ей это надо было? Она начинает мучиться, стрелать ей плохо от этого. Она бегом бежит к мужчине, бросается, обнимает его, целует, дура я. Чё попало? Ты не слушай, забудь всё это. Я же тебя люблю, я же с тобой, я никуда, я вот твоя. Понимаешь? Я дурочка, я вот натворила, потому что с головой не дружу. И прости меня. Но ведь редкая женщина, очень редкая женщина на такой поступок, для неё это героический поступок для современной женщины. Но это как раз ничего тут героического, это нормальный поступок. То же самое мужчина должен сделать. Если он перегиб какой-то в плане эгоизма сделал, что-то натворил, так остановись, будь выше этой эмоции. Не эгоизм должен вами управлять, а вы эгоизмом. И даже не ум должен вами управлять, а вы должны управлять умом своим. Ум должен быть подчинение души человека. И душа человека управляет вашим умом. Вот это надо понять и выйти на этот уровень. Когда вот это произойдёт, вы сразу откроете перед собой огромный мир. Дело в чём? Когда сознание человека материализовано, происходит одна беда. Беда в чём? Беда в том, что сужается мировосприятие. Человек только по одному каналу идёт по жизни. У него нет кругозора. Он ребёнком становится, он тупым становится. Почему в нас развивается эгоизм, с детства отбивает нам эгоистические установки, превращает нас в родов, чтобы мы дураками были. Этот закон чёрным жрецам давно известен. Чем мы эгоистичнее, тем мы тупее. И они это знают. То есть у нас что получается? У нас не работает разум. У нас ум-то работает. Но не надо путать ум и разум. Разум это что? Это тот же самый ум, но очищенный от установки личностного. Это тот же самый ум, но ум уже исходящий из... Откуда? Из души человека. А не из его эгоизма. Понимаете? Разница-то большая. Разум объединяет нас всех. Разум превращает нас в людей. А ум разделяет. Ум, он из эгоизма исходит. Он обслуживает эгоизм человеческий. Надо бояться ума. Но любить и воспитывать в себе разум. Когда у вас что-то возникает такое, да пошёл ты, да иди ты, да ладно. Помните, это диктат вашего животного начала. А за ним стоит ум, который обслуживает животное начало. Когда же ты встречаешь друга, которого... Да вот я сегодня одного друга встретил. Он пошёл и говорит, я тебя люблю. Потому что я на самом деле этого человека люблю. Как его не люблю? Но он такой, что у него есть за что-нибудь. Всё в нём прекрасно. Понимаете? Голос разум. И ничего мне от этого человека не надо. Абсолютно ничего. Я просто его люблю. Понимаете? Когда вот так относишься к жизни, и жизнь поворачивается навстречу тебе. Но это ты делаешь не потому, что хочешь, чтобы она повернулась. Ты просто по-другому не можешь. Это твоя суть такая. Ты таким становишься. Понимаете, в чём дело? Вот тогда что происходит? Начинается ваше личностное, оно начинает трещать по швам. Оно не хочет это личностное бросать в материальный план. Оно цепляется за материальный план. Но вы уже контролируете это личностное по закону мироздания. Помните закон меры. Необходимое и достаточно. Ты вот в рамках необходимого и достаточного удерживаешь своё личностное и тут личностное работы. Вот мне это вот надо, потому что без этого, ну никак. Ну мне нужна, например, машина. Иначе я просто не смогу там до Москвы, там до Питера носиться по делам. Значит, она нужна. Ну вот и всё. Но не потому, что там она какая-то крутая должна быть, там и ещё что-то. То есть чисто для дела. Инструмент, деньги-то тоже инструмент, но он необходим, чтобы дом какой-то сделать. Чтобы этот дом потом служил. Не для того, чтобы там какие-то заработки или ещё. Чтобы просто мог потом без здесь гостей принять в этом доме. Собрать людей, свою семью, тех, кого ты любишь. Всех обнять, в конце концов. За стол посадить, включить хорошую музыку и до утра танцевать с ними. То есть дарить любовь людям. Деньги нужны для такой вот цели. То есть всё подчинено. Материя должна быть подчинена. Подчинена материя должна быть духовности. Душе подчинена материи. Материи можно пользоваться. Пусть душа ей пользуется. В рамках необходимого и достаточно. Закон вы этот знаете. Я уже вам рассказывал. Всё остальное, не важно. Можете всё, что угодно подарить. Я вам так скажу. Пример моей жизни. У меня один раз на Абе начался ураган страшный. И угнала мой корабль. Оторвала и угнала. У меня самоходка. Ну, корабль. Большой, железный. Там три каюты. Там почти 30 метров длины. Ну, угнала. А там буря на Абе. У нас там общей шириной километров пять, наверное. Островов полно. Мой отец, ко мне отец приехал. А деться бьёт на себе волосы. Ты как себя чувствуешь? Ну, и чё как? Ну, угнал. Бог дал, Бог забрал. Ну, и чё переживаешь? А мне страшно за отцом. Он на себе готов волосы забрать. Он уже, он головой бьётся об стену. Георгий, ты потерял миллионы. Ну, и что? Ну, ладно. Ну, потерял. Чё переживаешь? Если это моё, оно никуда не денется. Оно будет моё. Ну, если нет, то потерял. Ну, потерял. Значит, я заслужил. Вопрос это вот как решается. С отцом отваживаться пришлось. Бедный мой отец. Вижу, что он место с ними находит. Я сел на лодку и поехал искать самокон. Там проехал километров пять. С мотой. Урага, ветер там, дождь льёт. И там какое-то пятно оранжевое. А у меня бак один был оранжевый на ней. Под топливом. Подъезжаю, ближе стоит. Ветром преодолило берегу. Завёлся, приехал. Я говорю, вот самоход. Чё ты переживаешь? А он уже чуть в больницу у меня отправил. Трагедия. Это не у него потерялось. У меня потерялось. Но он не мог перенести потери материального. Всё. Это конец. Трузы потерять будет так же переживать. Перестрадать. Головарственную биться. Мужут какая-то. То есть таких у нас сколько. Огромная масса людей. И чё тут скажешь на эту тему? Как ты можешь подарить? Взял дом, подарил. Я подарил одному якутру дом на Колыбе. Хороший якут. Дядя Лёша. Прекрасный. Человек с большим душой. Вот таким сердцем. Красивый. Высокий. Стройный. Добрый. Он мне был как отец. Он был старше меня намного. И стихой только что вышел. За что? Одному якуту тоже морду набил. Потому что русским не платил. В одной экспедиции. Якутам платят. Русским нет. Он взял этому якуту набил. И вот правильно на два года в тюрьму. Вышел из тюрьмы. Жить негде. Я ему дом. Уезжал. Дом подарил. Меня никто не понял. Ты чё делаешь? Ему же продать можно. А ты взял, подарил этот дом. Хорошо, что подарил. Человек жить будет. Но это же деньги, Георгий. Деньги. Ты чё не понимаешь? И как им объяснить, что вот это всё, что я дал, оно всё ко мне вернулось. Тысячу раз. Да не деньгами оно вернулось. Как-то по-другому. Я знаю, что проблем у меня нет в жизни. Никаких проблем серьезных нет. У меня друзья, так это друзья. У меня тут друзья сидят. Лучше их нет на свете. Понимаете? Это главное. И всё складывается. Поэтому я вам ещё раз говорю, что материальный план, он необходим, потому что мы в трёх мере живём. Материальный мир, он своё-то берёт. Но закон, вот закон меры, он всё решает. Необходимое, достаточное вам, всё. Всё остальное, бесконечность, это знание. Когда человек выходит на осознание вот этого закона, вот этого мироздания, необходимое, достаточное, приоритет духовного становится надматериальным, перед человеком раскрываются горизонты познания. Вот этот свёрнутый в один шнур мир, где полудураки, полуидиоты. И не потому что вы, я никому не оскорбляю, я просто рассказываю, что происходит с вами. Это закон природы. Материальный мир сворачивает ваше сознание в косу, когда вы цепляетесь за материю. Когда материя становится для вас просто средством, но не целью, и вы не страдаете от того, что вы там что-то потеряли, вы открываете перед собой огромный бирюзон. Вот эта коса раскручивается, и вам творец вместо этой материи даёт возможности познавать это, 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 это законы. Ты видишь огромный мир, наполненный самым, я не знаю, как это сказать, вот той благодатью, которую может только твориться. Это люди, необыкновенные, разных национальностей, неважно какие. Это сама природа навстречу идёт тебе, всегда, везде. Вплоть до того, что ты потом становишься, уже даже страшно бывает. Ну тут вот сидят, они дадут салатик. Едем, надо ехать, льёт дождь, надо было ехать, там одно место здесь, вон на пьем, сейчас пройдёт. А сам дал установку, убери ты эту дождь, ну творцу, убери. Нам он не нужен. Приезжаем, нет даже. То есть, только захотел, и всё исполняется. Вот эти вот две вещи, да, там даже два раза так было. Уже сам, над собой хохочу, то есть всё открыто. Человек открытая система. Когда мы вкладываем что-то от себя, вкладывать начинаем в духовный мир, понимаете, всё это возвращается к вам. Возвращается в форме здоровья, в форме счастья, в форме радости. Материальный план, он не даёт радости. Вы вспомните великого Абая. Есть такой, был такой когда-то философ казахский. Великий человек, казах, удивительной души. Его слова, знаменитые слова, которые облетели всю планету. Всё приедается. Всё. Любые богатства приедаются, ну, любые одежды, любые дворцы, там всё, и женщины приедаются. Не приедается только процесс познания мира. А познание мира – это познание истины. Вот в притче не как всё соткано, а зачем это всё создано. Вот когда мы разберёмся, зачем всё это создано, и какую роль человек играет в этом мире, зачем всё это, вот тогда мы подошли к пониманию истины, подошли к тому пониманию, понимаете, какое нам необходимо. Теперь одну вещь запомните. Вот нам будут внушать, что душа человека женская одна, мужская другая. Нет, душа у человека и женская, и мужская одинаковая. Душа пола не имеет, душа без пола. Творец, творец, в нём бурлит энергия лады и энергия сварок. В нём два, будем так говорить, два начала, мужское начало и женское. То же самое в душе, копия. Помните знак иньяни? Круг китайский, а русский знак точно такой же, только там молния идёт. Там руна молнии, то же самое, тот же принцип. В душе, мужского и женского, так же и в нашей душе. Есть энергия и та, и другая. По сути, это бесполая структура, потому что энергии, что они выровнены в душе. Они выровнены. И выйдя на осознание, на чувство души, начинает, когда человек, жить миром своих нравственных установок, которые даны от Творца. Вот здесь душа уже начинает, что она уже помогать начинает. Творец начинает создавать для тебя поле деятельности. Ты начинаешь служить Творцу, и это поле, оно всё больше и больше перед тобой раздвигается, раздвигается, раздвигается. Ты начинаешь делать то, что никогда раньше даже не делал. Я читаю ваши книги, у вас там есть рассказ о вашем деле, что был случай во время Первой мировой, как они захватили корабль. Вы можете этот случай подробно описать в следующем произведении? Дело в том, в общем, не только хочу этот случай рассказать, а писать. Я хочу фильм потом поставить. Поставить фильм надо будет. Извините меня. Я вот что, на эту тему я вообще мечтаю фильм поставить со временем. Ну, сейчас мы пока будем ставить о неизвестном солдате, очень серьёзный фильм, первым. Потом, наверное, будет вот этот фильм. Обязательно про, не только дело не в моём деде, а тут дело вот в казахах. Их было шесть человек, они команду в полста человек японцев за борт выкинули за ночь. И захватили корабль и увели в Владивосток. Это была копашка всю ночь, драка всю ночь с самураями. Понимаете? Вот. Шесть казаков, всего на всё, против такой команды. И корабль развернули его в Японское море и увели в Владивосток. Каждому из них царь Николай II вешал на грудь георгиевский орден. И мой дед получил тоже этот орден. Вот так. Это мощь нашего воинского образования, вот, она оказалась более высокого уровня, чем самурайская. Не помогло там им ни джиу-джитсу, ни айкидо, ни кэндо, ничего. Все оказались на прокорме у рыбы. Вот и всё. А наши ребята даже не, никто и раны не получил серьёзно. Вот ответ вам. Но опять же, опять вернёмся. А почему так? Почему такая везуха? Опять связь с Творцом. Всего на всё. Я вам объясню, почему казаки настолько мощный был народ, настолько серьёзный, настолько серьёзный противник, что даже коммунисты, даже коммунисты не смогли с ними справиться, не смогли их вырезать. Никак. Они смогли только, многое, конечно, творили, многое наделали, но они смогли как? Они изменили сознание части казаков. Они смогли информационно сломать этот народ. Вот через идеологию. Я сейчас буду дальше всё рассказывать. Ну, раз уж о казаках коснулись. Пока казаки были в своём ключе информационном, это был народ несокрушимым. Ничем его нельзя было взять. Ничем. Они спасли Россию тогда в 1612 году. Спасли Россию. Это оба ополчения. И Нижегородское ополчение, и Первое ополчение чисто казачьи. Они слились вместе и отбили Москву. Тогда спасли страну. И позже эта лучшая армия была вообще в России. Когда Наполеон узнал, что такое казачество, он сказал, если бы такие были у меня кавалеристы, я бы весь мир завоевал. А что здесь? Ведь всё строилось на великой любви. На великой любви друг к другу. Когда каждый казак казака умел любить. Он умел и по-настоящему любить этого. Понимаете, он ценил его, он любил. А что такое любить? Это каждый готов был отдать жизнь за своего близкого. То есть, понимаете, жизнь отдать за своего, за родного. Когда единая вот эта вот структура казачья, вот нападает, допустим, 10 человек казаков, да, против сотни. Но там сотни разрозненные, там каждый сам за себя, а здесь как одно целое, как единый организм действует. И они выходят победителями. Я вам скажу, что вот был такой герой, по-моему, как его, Иван Крючков, да, кажется, Иваном его звали, Николай, или вот имя-то что-то забыл. В период Первой мировой войны они с другом поехали в разведку и нарвались на разъезд немецкий. Там было 12 человек немцев, а их двое. Первого сразу пули ранили, остался один этот казак. Он их шашкой всех порубил, всех 12. Всех. И этим, и пикой, еще пикой действовала шашка. Вот он мог ускакать, мог просто ускакать. У него конь был лучше, он мог ускакать. Но он не мог бросить друга раненым. Все. Он пошел насмерть. Он знал, что либо он умрет, либо победит. Он почти 99% он мог погибнуть. Он был один, а их-то сколько? Против 12 шашек у него одна была в руках и одна пика. Он их победил. Вот в чем дело. Вот это вот чувство любви и связи человека, вот в единое целое. У казаков, почему он ненавидел троцкое казачество? Он без разницы, он ненавидел казачество и кубанское, и донское. Какая разница, какое для него было? И сибирское. У нас там тоже, слава богу, казаки очень сильные. И яицкие казаки тоже были, уральские. Волжские казаки. Потому что они могли создать единое такое общество, единый организм. Вот эта общинность, то, что вы говорили, она была развита у казаков предельно. Вот это на неосознанном уровне. Они даже не пытались понять, почему это происходит. Это на генетическом уровне было. Вот в течение веков так было построено это общество. И это общество было наподобие такой же в Тартарии. Почему Тартария погибла? Точно такое же было общество. Где приоритет стоял, приоритет духовный, над материальным. Люди не стремились к Богу, но не выполняли все функции Творца на земле. И никто из казаков не стремился быть богатым. Вы знаете про это? Они обходились необходимым и достаточным. Им вот так хватало. 8 тысяч накоплений у тебя в хуторе есть, больше тебе не надо. И считалось, что больше не надо. А все остальное в общую казну. Казну атаманскую, круга казачьего. А из круга казачьего потом строились в домах молодым. Давался скот, оружие покупалось. Все это же за счет, не за счет государства, а за счет казны. Вот как они жили. Это остатки, так сказать, уклада, вот этого уклада армейского. Это остатки Тартарии. То, что было когда-то у Чингисхана. Ведь казаки-то это осколки вот этой вот орды Чингисхана. Про это мало кто знает. Нам пытаются внушить, что казаки-то беглые каторжники, да беглые эти самые крепостные крестьяне. А это войны. Это были войны, которые принесли уклад, воинский уклад орды на территорию Восточной Европы. Это потомки, с одной стороны, потомки половецких семей. И потомки, вот запорожские казаки-потомки этих печенегов. Это вот эти чубы, все это печенежское. Они даже по-разному одеты, по-разному, разная форма у них. Но они русский язык все знали, общались на одном языке. Культура примерно одна и та же. Все одно и то же. И то, что печенеги, половцы, это как вятские, например, с московскими. Понимаете? Ну, то же самое. Один народ. Или как сибиряки, например, с вами. Разница никакой. Вот и так. И здесь было. Но давайте сейчас вернемся снова к нашей теме. Потому что мы немножко отвлеклись, поговорили о казаках. Ну, это нужно было. Потому что здесь приоритет стоял очень долго. Приоритет какой? Духовного над материальным. Поэтому такая сила была невероятна у этих людей. И живучесть была огромная. Как только это обрушилось, все пошло сразу на слом. Значит, возвращаемся. Смотрите, значит, как работает система. Система работает таким образом. Она ловит души людей на идеи. Какая-то идея выдвигается. Идея раскручивается. Вот вспомните идею марксистско-ленинская идея. Маркс придумал там коммунизм. Ну, это отдельная тема, откуда он его взял. Он взял фактически из казачьего быта. Он взял из Орды, он взял из Тартарии устройство общества. Он просто это все изложил своим языком и перечеркнул. Якобы он сам придумал. На самом деле все это уже было. И это, кстати, такое же общество было в империи инка, где главный инка, главный император весной выходил, пахал свое поле, а потом шли все остальные на поле. Это все уже было. Маркс ничего не придумал. Но идею он взял, эту идею вбросил в народ, народ сбаламутил, и на базе этой идеи была создана идеология. Идеология. Идеология марксизма. А идеология, это уже страшно. Это она разделила людей сразу пополам. Одни за, другие против. Вот началась кровавая сварка. Кровавая будня. Пример я вам привел, да? Вот. Дальше. Что делает дальше идеология? Она рождает мораль. Идеология рождает свою мораль. Свою установку. Жизненную установку свою. А раз жизненная установка, значит что? Люди следуют морали. Люди не следуют. Ведь должны, люди, вот вы должны одну вещь понять. Все, что исходит от людей, все закабаляет, все закрепощает, превращает в рабов. Все, что идет от Творца, освобождает. Законы Творца освобождают человека полностью от всякой зависимости. Законы человека порабощают. Сколько законов придумано? У нас сидит там сейчас в Думе и все придумывают новые-новые законы. Это рабство, 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 рабство. И конца этому нет. Понимаете? Сами они устраивают свою жизнь за счет нас, как хотят, да? А фактически устраивают, а нас превращают в кого? В ресурс. Для них бы просто. Вы думаете, что только в России так? Это без разницы. Америка, Россия, Европа, Китай. Какая разница? Везде одно и то же. Есть элита, которая за счет народа живет и жирует. И народ, который обслуживает как ресурс эту элиту. А законы нужны для того, чтобы управлять. А кто стоит? Система стоит. Стоит эгрегор. Вот этот эгрегор, который питает нашу элиту и не только нашу энергию, силой за счет нас. Потому что наш ум нацеленный на материальное, наш ум связанный с этой системой. Мы своим умом, мы своей энергией питаем эту систему. Мы в ней целиком. Мы даже освободиться от нее не можем. Это очень сложно отказаться от материального плана. То есть взять материальный план как вторичный. Это очень сложно для многих. Очень сложно. Какие-то вопросы есть у вас ко мне на эту тему? Я уже сколько вам рассказал, что делать? Первое, что? Жить, научиться жить в настоящем. Второе. Научиться в настоящем творить только добродетель. Только. Отказаться от всяких форм лжи. Третье. Вы должны обязательно научиться дарить, давать. Все, что вам не нужно, все, что вам необходимо, вы можете оставить, потому что как инструмент. Но не обожествлять материю. Что-то случилось, потеряли, но и Бог с ним. Не надо из материи делать фетиш, не надо из материи делать что-то и деньги в Бога превращать. Вы же деньги-то в Бога превратили. Новый Бог, который нами управляет, это деньги. Вот в чем дело. Вот эти вещи нужно хорошо понять и себя вести. Что? Вот мы все взяли, сейчас так и делаем, да? А думают, что на все ночью это попало делать. Придумывая, что-то чисто. А мы все тут чисто. Законы на то существует в каждом обществе своя дума. У американцев там у них сенат, у британцев там у них общин, эти палаты общин, у французов, у китайцев там. Это для этого они, вот так называемая, что власть законодательная. Она четко работает на систему. Но вы должны понимать, что система и власть законодательная. Дело не в законодательной власти, а дело в том и Грегоре, который управляет этой властью. Все исходит из информационного потока. Сначала информация, а потом материя. Поэтому, если убрать систему, убрать вот этот и Грегор, который создан, тогда все это развалится, как карточный домик. Ничто не устоит. Ничто не устоит. Все рухнет. А убрать только одним способом можно. Если каждый человек начнет над собой работать. Каждый человек выйдет из этой беды, оставит в покое систему, система перестанет ей служить. Вот тогда она запоет по-другому. Она уже ничего сделать не сможет. Вот эти вещи нужно понять. Пока мы ждем, что к нам кто-то придет, там, дядя Вася, дядя Петя, нас спасет. Мне, как некоторые говорят, а что наши инопланетяне наблюдают за нами, а ничего не делают? А что они должны делать? Они нам должны прийти, освободить нас от этой беды, нам другое общество создать, а мы еще будем думать, хорошо ли это или плохо, еще будем их критиковать, а нам это не нравится, да, а вот это нам лучше было бы. Понимаете? Они, естественно, присутствуют, смотрят на нас, как на детей маленьких. И ничего не делают, потому что мы должны сами это все сделать. Мы должны сами себя поменять. Ведь это совсем не сложно. Жить в правде и в любви. Жить в правде и в любви. Вот все, что необходимо. А чтобы выйти на этот уровень, следуйте общим, единым законам мироздания. Научитесь этими законами пользоваться. Вот завтра я вам несколько законов буду рассказывать, которые я вам никогда не рассказал. И расскажу, как можно уничтожить систему. Теоретически она уничтожаема. Теоретически, но практически ее уничтожить очень сложно. Даже на тех планетах, где она уничтожена, где райские планеты, где практически ее нет, да, она там все наклеит. Там есть постоянно те, кто ей служит. И поэтому приходится их все время, что отслеживать, постоянно. Дать им ход, она тут же поднимется. И будет то же самое, что у нас, понимаете? Это завтра, это не сегодня. Да. Георгий Алексеевич, вот эта технология, которую система применяет, сначала идея, потом мораль, ну и дальше изменение сознания, она, мне кажется, правильно я понимаю или нет, она, мне кажется, универсальна. Взята из Творца. Вот идея, в чем заключается, людей, стремящихся Творцу. Служить Творцу. Вот это идея. Дальше, моральные принципы, исходящие из этой идеи, это принципы дармы, наши заповеди предков и так далее. Вот эти заповеди и дармы нужно отбросить. Есть принцип один, есть принцип нравственности. Вот и все. Который записан в наших генах, в наших генетиках. А все, что ты сейчас сказал, это все, это уже, это уже пошло от системы. Все. То есть вот эта универсальная технология, она работает, если она там работает. Нет, не надо путать. Сейчас спутаны. Я же повторяю, у нас есть заложено в каждом из нас закон нравственности. Закон. Вот я сейчас вам рассказывал по этих 300 этих воинов. Они следовали этому закону. Закон благородства. Закон чести. Закон. Вот это все, это вот великая любовь. Человека. Ведь еще что хочу сказать, чтобы ты когда любишь человека, ты тяни его к Творцу. Ты дари ему, подари ему Творца. Себя подари. Помоги ему. Служи ему. И не стесняйся тому, что ты служишь, помогаешь. Это наоборот здорово, что ты можешь это сделать. Ты равенствуешься тому, что ты способен на это. Вот когда попадают на такие люди, я говорю, слушай, ну что тебе, трудно было что ли? Ну ты мог бы взять. Ну ты же все-таки кто ты? Ты же потом князей. Князь там может дать. А ты только брать можешь. Какой ты князь? Ты шудра. Шудра постоянно, что ему все мало, 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 он тащит под себя. Ну ты же не князь. А-а-а. И смотришь, человек поменялся. Смотришь, он уже, ну он уже опять, как он забыл, что он князь? Он опять при себе начинает тащить. Опять в шудру превращается. Ну вот такая вот идеология вот сейчас. Понимаете? Сложно, сложно, но в то же время это все можно. Можно это обязательно и необходимо это сделать. Вот. Теперь последнее, последнее. Как система работает с каждым из нас. Очень хорошо умеет система работать еще на идеалах. На идеалах. Нам с детства вбивается какой-то идеал. Мы сами этот идеал принимаем, нам нравится какой-нибудь герой, нам нравится еще кто-нибудь, я там не знаю, там женщинам там могут нравиться какие-нибудь модели там или еще что-то. В общем, много фильмов показывают уродов всяких, как-то Никита, помните, был фильм там, одна такая живодерка была, Никита ее звали, там она убивала, убивала, а потом этих таких женщин появилась куча. Они этот идеал взяли на себя и стали этот идеал, что культивировать в нашем обществе. Причем убивать беззащитных, детей убивать стали, девчонки. Каждая стала играть роль Никиты. Ну, вы что, этот фильм не помните? Был такой фильм, когда-нибудь. Кто-то помнит его, наверное. То есть на идеале. Что делает идеал? Во-первых, один берет один идеал человека, а второй берет другой идеал, а третий берет еще один какой-то. У каждого свой идеал. Но идеалы-то разные, люди разные, и что получается? Каждый отстаивает свой идеал, люди все разорваны, люди договориться не могут, в единстве они не могут, понять друг друга не могут. У каждого свои собственные установки, ужас весь в том, что у каждого своя мораль. Но я уже об этом говорил, у каждого своя мораль. И вот, и что делать вот с таким вот обществом, представляете? Вот как его объединить, как сделать так, чтобы это, а когда ты начинаешь объединять, ты стадо превращаешь людей. Это стадо. Но стадо только в одном случае может быть, когда ты его принуждаешь кнутом, тогда и стадо. Когда у всех свои идеалы, когда все живут, каждый по-своему, ну ты берешь кнут и загоняешь их в стойло. Вот это и есть стадо. Это государственная машина загоняет нас в стойло. Она и делает из нас стадо. А когда люди объединены общим стремлением слиться с Творцом, стать вровень с космосом, то есть свой вот идеалов нет, но есть путь. Путь выбирает путь вот служение, служение планете, служение Творцу, служение обществу, служение всему живому и неживому. Когда человек выбирает этот путь, он находит себя в этом пути. Разве это стадо? У каждого свой подход, у каждого свой взгляд на это служение. Каждый делает по-своему. Ну, каждый дает. Каждый излучает. Каждый дарит. Каждый человек способен очень многое сделать по-своему. Здесь его сознание работает как творческая машина. Как творческая машина, которая всегда... Мы же все разные, и это хорошо, что мы разные. Мы... Каждый видит свою работу. И мы дополняем друг друга. Дополняем. Разве это стадо, когда мы дополняем друг друга. И все время поддерживаем друг друга. Никакого стада здесь уже нет. И поэтому не слушайте систему, когда нам говорят стадо. Но я хочу вам что сказать. Вопрос серьезной дисциплины. Я не успел дисциплину сказать. Самодисциплина и общая дисциплина. Вопрос очень серьезный, архи серьезный. Научиться вот этому надо. и развитие воли. Но это завтра уже, наверное. Все. Но я вам все-таки самое главное сегодня успел сказать. Спасибо. 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 Спасибо.